Продолжение следует... Научный злобный план Замыслили они, чтобы землю захватить И всех поработить Вот пинкер, вот и мозг Вот пинкер, вот и мозг Наивный саентизм Несложно объяснить Их дополняет власть Ведь жизнь их удалась Вот пинкер, вот пинкер, вот и мозг Мозг, 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 мозг Нейронауки, биологи! Бряк! А вот и я Бряк! Бряк, ребята! И сегодня нас ждет Финальный обзор Финальный обзор пинкера Ура! Я свободен, я свободен, я свободен Боже мой! Это было так сложно Это было так долго Это такая нудная книжка на самом деле Не без преимуществ Но из кучи категорических Недостатков Ну да ладно Это не так уж уже и важно Потому что мы подходим к финалу Давайте короче Финишная прямая Финишная прямая Давайте как можно быстрее К ней добежим Потому что иначе Ну я уже устал Я устал Я ухожу Соответственно Так вот Пинкер пишет В пятой главе Которая называется Горячие клавиши Социальные психологи Обнаружили Что в спорных вопросах морали Особенно тех По которым не могут прийти К согласию либералы и консерваторы Каждый участник дискуссии Интуитивно уверен Что прав именно он И что его противники Руководствуются скрытыми Низкими мотивами Они приводят аргументы В поддержку своей позиции Из уважения к общественным нормам Приписывающим Обосновывать свое мнение Но когда их доводы опровергаются Они не меняют свою точку зрения И стараются Найти новые Да Стараются найти новые У меня конечно статистики нет друзья Но по личному опыту скажу Что люди в большинстве своем Точно так же ведут себя По вопросам философии Философии науки И науки вообще Сначала они полностью уверены В том что знают Что такое науки И точно знают Что такое наука Как таковая И это всегда И наука Это все знают Что наука всегда хорошо Но под гнетом аргументов Даже если От некоторых позиций Они вынуждены отступить То они все равно Продолжают оправдывать Науку до последнего Например Довольно легко доказать Что наука не имеет Объективных данных о реальности Ну просто потому что Чтобы они были Объективными данными О реальности Нам нужно знать Что это реальность существует Вообще Только тогда будут существовать Те объекты Которые мы разбираем И тогда данные будут объективными То что это сомнительная позиция Об объективных данных Уже Очень довольно легко доказывается Ее субъективность доказывается Уже по крайней мере На основании того Что это объективность сомнительна Объективный То есть соответствующий объекту А если реальность объекта То объектом Является то Как мир устроен на самом деле Например Симуляция мир духов И так далее Понимаете в чем дело Из множества приведенных концепций Человек чаще всего Даже если он ученый А провернуть Ни одну из них не может Следовательно Есть веские сомнения В том что наука Изучает данные О реальности Как таковой И следовательно Они не являются Объективными Так как у нас нет Обоснованных причин Считать иначе Важно подметить Если симуляция И миры духов Нефальсифицируема То так же Нефальсифицируема И противоположная им Концепция натурализма А так же Недоказуема Ведь При доказательстве Или опровержении Того же натурализма Мы бы могли получить Положительные Познавательные результаты Для наших исследований мира И тут Соответственно И тут же И тут же Тот же человек Который вот-вот заявлял О том что наука Изучает объективную реальность Начинает говорить о том Что у нас нет Лучшего метода познания Чем наука Да мы не изучаем Объективную реальность Но Лучшего метода нет Даже если наука Реальность не изучает У нас все равно Нет ничего лучше И это уже Совсем другая позиция То есть человек Меняет позицию Как перчатки Обычно По этому вопросу Но и здесь Тоже становится Крайне спорно Потому что Масштабы науки Несравнимы с масштабами Альтернативных подходов К познанию мира Потому мы не можем Сравнить их Лучшесть и продуктивность А так же Количество Практики Которая будет Преумножаться В мире Под влиянием Того или иного Направления мысли Отличного От научного Это уже люди Чисто на эмоциональном уровне Признать не могут А если некоторые могут То придумывают Следующий аргумент И он звучит Приблизительно так Зачем же менять то Что дает нам Хоть какие-то результаты На нечто Пока что не проверено Таким образом Выстраивается Последняя линия Обороны науки И ее монополии Нечто подобное Могли бы сказать Христиане лет 500 назад Впрочем важно заметить Что все это Три разные позиции По отношению к науке И конечно важно заметить Что если не вести беседы С этими людьми постоянно То они в своем Психологическом мире Возвращаются к прежним Аргументам И снова Озвучивают Идею Об объективности науки То есть такое уже Миллиард раз было Мы спорим Доказана наука Вряд ли объективна Крайне сомнительно Что наука объективна Наука это лучший метод Из предположенных А вы что Все методы возможно Изучали и они у вас На равных сравнивались С научным Да нет Такого не было Это фейки Да И потом Ну хоть наука то работает А какой смысл Нам от нее отказываться На что то сомнительное Так вот Может быть мы найдем Что нибудь еще Что работает Да например Очевидно же Очевидно для чего Не отказываться от науки Надо Разрабатывать другие методы Очевидно для чего Вдруг они тоже будут работать Вот И проблема заключается в том Что тот же самый человек Опять может сказать Что наука изучает Объективную реальность И разговор начинается Заново Пока мы не пройдем Весь путь аргументации До самого дна И самых нелепых попыток Сохранить монополию науки И это крайне странно Ничто так эмоционально Не нагружает человека Как дискуссия о науке Потому что науку Он изучает и знает С самого детства В кавычках знает Имеет о ней Чаще всего Позитивные представления Критика этого идола Вызывает у людей Приступы ненависти Что нередко приводит Даже к преступному поведению В адрес критика Ну насколько Несколько раз Я лично сталкивался И с таким Там не знаю Клевета Угрозы Оскорбления Вот такое поведение Но вообще Очевидным результатом Являются оскорбления Обесценивания позиции Мало кто готов Беседовать на эту тему Достаточно открыто И без эмоций Даже довольно передовые Интеллектуалы Это печально Гильберт и Салливан В 1882 году Были по большей части Правы Либеральные Консервативные Политические предпочтения В основном Хотя и не полностью Передаются По наследству Когда опрашивают Взрослых близнецов Разлученных в детстве Их политические взгляды Оказываются Сходными С коэффициентом Корреляции 0.62 Либеральные Консервативные Взгляды Наследуются Конечно Не потому Что синтезируются Прямоком Из ДНК А в силу Того Что они Свойственны Людям С разными Темпераментами Консерваторы В частности Обычно Более авторитарные Добросовестные Склонны Придерживаться Традиции И правил Но каким бы Образом Не осуществлялось Наследование Преемственность Политических взглядов Может объяснить Почему между Консерваторами И либералами То и дело Проскакивают Электрические Разряды Опять попытка Привязать Косвенные вещи К биологии Рассмотрим Заявление Коэффициент Корреляции Равен 0.62 Это точно Не коэффициент 1 Потому что Единица Точно Корреляция Вообще 100% Все отлично При этом Корреляция Не является И Да Не является Неположительной И отрицательной Важно заметить То есть Значения Менее Плюс 0.8 И более 0.8 Не являются Более минус 0.8 Не являются Значимыми Важно заметить То есть 80% В данном случае Можно так это выразить В случае С 0 Корреляция Равна Ну просто 50 на 50 Ну вот как бы Вот у вас Есть 2 Близнеца И они С вероятностью 50 на 50 Станут там Тем или другим Или четвертым Или пятым То есть Буквально Половина Близнецов Имела Разные Политические Взгляды Если бы Коэффициент Был равен 0 То есть Вот это Если бы Был Коэффициент Равен 0 62 Неплохой Показатель Но он Измеряется У людей Одного Темперамента Цвета Кожи Уровня Интеллекта Скорее Всего Схожего Окружения И многих Других Совпадающих Параметров Многие Из которых Действительно Наследственны Действительно Бесспорно Они Наследственны Как иначе Ну оттуда Корреляция Может быть Более того Человеку С каким-нибудь Цветом кожи Может быть Свойственно Какое Мировоззрение Ну например Темнокожему Возможно Человеку С темной Кожей Менее Свойственны Правые Взгляды Потому что Правые Взгляды Не очень Хорошо Защищают Темнокожих И скорее Среди Провоков Мы Обнаружим Куда Больше Всяких Противников Темнокожих Людей А вот Например Какие Нибудь Леваки Всякие Феминистки И так далее Защищают Темнокожих Поэтому Наверное Проще Примкнуть Ну например Ну например Соответственно К лагерю Ну тех же самых Каких-нибудь Либералов Демократов Феминисток Коммунистов И так далее И так далее И так далее Потому что И сообщество Будет более Хорошо к нему Относиться Да и он сам Будет чувствовать Какую-то защищенность И будет понимать Что там Защищаются Его права То есть Тут буквально Понимаете Корреляция Политических Взглядов Некоторых Людей Может зависеть Буквально От цвета Кожа А я не видел Близнецов С разным Светом Кожи Простите Простите Опыт Близнецами С разным Светом Кожи Это конечно Очень интересно Но Такое себе Такое себе Ну так же Уровень интеллекта Потому что Не все Политические Программы Каждый человек Может для себя Понять И уяснить Опять же Для обывателя Обыватель Будет придерживаться Скорее всего Той концепции Которую ему Проще Воспринять Вот Сложные Политические Концепты Будут ему Недоступны Ввиду Низкого Интеллекта Поэтому Опять же Если Близнецы Оба Там Глупые Например Велика Вероятность Что они Скорее всего Выберут Что-то Попроще Если Они Светлая Кожа Простите Если У них Светлая Кожа То Возможно Им Проще Будет Выбрать Консервативное Какое Учение Политическое Если У них Темная Кожа Они Будут Скорее всего Предрасположены К выбору Левого Течения Учения Вот О том Что их там Унижают Убивают Равенство Добиться И всего Такого Тут Короче Как-то Вот так Вот Получается Никто На самом деле Особо Не спорит С тем Что Допустим Некоторые Свойства Темперамента Цвет Кожи Уровень Интеллекта Они Передаются По Наследству А окружение Допустим В Америке В среднем Среднее окружение Какой Нибудь Семьи Среднего Класса Ну Плюс Минус Одинаково Очень похоже Так-то Так-то То есть Если бы Все эти Близнецы Были Намеренно Распределены По Семьям Одним Очень Бедные Семьи Попадали Другие Очень Богатые Попадали Все это Везде Бы Учитывалось Кучу Еще Факторов И то И другое Пятое Десятое Двадцатая Тридцатая И цвет Кожи Ни на что Не влиял И темперамент Бы тоже Не влиял На это Допустим Ну Окей Тут опять же Вот эти Ноль шесть Два Ноль шесть Два Ноль Запятая Шесть Два Это Не очень Большой Показатель Он Неплохой Но Не очень Большой Да Это Не очень Значимая Корреляция Во-первых Это Не Ноль восемь Как минимум Это Не очень Значимая Корреляция Она Неплохая Но При этом Все Она И Соответственно Здесь Может Объясняться Огромным Количеством Факторов А Не только Генетической Предрасположенностью К тем Или Иным Политическим Течением Сам Пинкер Уже Указал На Тему Собственно Темперамента Но Помимо Темперамента Тут Еще Множество Параметров Которые Пинкер Почему-то Просто Решил Не Учитывать Причем Я Замечу Что Этой Проблемой Я Никогда Не Занимался И Мне Только В голову Сейчас Я Просто Взял И Накидал Какие Причины Еще Могут Быть Я Просто Взял Подумал И Представил Какие Еще Причины Могут Быть Почему Люди Имеющие Определенную Генетику Могут Придерживаться Определенных Политических Позиций Я Сразу Накидал И У меня Получилось Вот Что Я Уже Предложил В 5 6 Раз Больше Вариантов Чем Сам Пинкер Который Вроде Б Пытается Здесь Специалистам В общем Казаться В общем 062 При всех Прочих Условиях Подсказывает Нам Что С точки Зрения Политики Мы Скорее Всего Вполне Так Себе Ну Чистые Листы По Локу Будем Которых Можно Воспитывать Нужным Образом Более Того Темнокожего Консерватора Скорее Всего Можно Будет Воспитать Но Просто Сейчас Такие Условия В обществе Когда Невыгодно Быть Темнокожим Консерватором Само Сообщество Консерваторов Ну Вас Не Особо Захочет Увидеть Темнокожего Скорее Всего А вот Левочки С удовольствием Вас Захотят Увидеть И Соответственно Тут Опять же Понятно Если К вам Хорошо Относится Одно Сообщество Другое Относится Плохо Ну Наверное Выбор Очевиден Пинкер Пишет Эта Глава Посвящена Тому Что Науки О Человеческой Философы Как давно Заветили Философы И та И другая Точка Зрения Представляют Собой Систему Не только Политических Но и Эмпирических Убеждений Опирающихся На различные Концепции Человеческой Природы Так Стоп Остановимся Здесь Пинкер Ты чего Ну Как Ты мог Прошлой Гавер Главе Ты говорил Что Человеческая Природа Это Табуированная Тема Табуированная А теперь Оказывается В политике Идут дебаты По вопросам Человеческой Природы Стоп Как это Как это Вообще Возможно Почему Табуированная Тема Всеми Обсуждается Вы чего Вы не знаете Термин Табуированности Вообще Стивен Пинкер Вы не знаете Да И вы не Замечаете Противоречий Внутри Своих Вот этих Речей Серьезно Ну это Прям Ну это Сильно В глаза Бросается На мой взгляд Далее Пинкер Рассуждает О политике И биологии И том Что политические Убеждения Зависят От врожденных Черт И о левых И правых Это я все Комментировать не буду Меня мало Интересуют Политические Взгляды Пинкера Могу лишь Сказать Что мне Показалось Что Пинкер С помощью Науки Оправдывает Собственные Политические Взгляды И не более Того Это важно Ура Демократии Пишет Пинкер Заявляет Эдвард Форстер Демократия Худшая Форма Правления Если не считать Все остальные Которые Были Опробованы Говорит Уинстон Черчилль Таковы Панигирики В духе Трагического Видения Несмотря на все Свои недостатки Либеральная Демократия Кажется Наилучшей Формой Крупномасштабной Социальной Организации Которую Наш жалкий Вид До сих пор Смог Изобрести Я говорю Я в то же Время Замечаю Наверное В нем Говорят Его гены Черчилль Сестаты Предков Пинкер Продолжает Уверенность Левых В том Что человеческую Природу Можно менять По желанию Уверенность Правых В том Что нравственность Дана нам Господом Вместе С бессмертной Вступает В безнадежную Борьбу С сокрушительной Силой Науки Да Лол Сокрушительная Сила Науки Ха-ха-ха Кто-то Оступает Очередной Модной Религии И это Сокрушительная Сила И мы Такие Ура Наука Опять Сек Сокрушила Как же Она Сильна Как же Сильны Ее Лапище Следующая Тема Посвящена Насилию Сокращение Насилия В большом И малом Одна из Основных Наших Нравственных Задач Мы Должны Использовать Все Доступные Нам Интеллектуальные Средства Чтобы Менять Чтобы Понять Простите Чтобы Понять Что же В человеческом Разуме И в нашем Социальном Устройстве Заставляет Людей Убивать И мучить Друг друга Стоп А если Человеческая Природа Такова Что он Убивает То почему Не перестать Его Останавливать Например Если Люди Это Дикие Животные То почему бы нам Рожденными Идеями Насилия Так скажем Разве Так Не было Более Естественно Разве Это Бы так Не соответствовало Нашей Природе Может Быть Нам Так И Лучше Быть Дикими Злыми Убивающими Насилующими А Ладно Не знаю Непонятно Что же Касается Насилия Правильный Ответ Состоит В том Что Оно Никак Не связано С Человеческой Природой Это Патология Вызванная Пагубным Влиянием Извне Насилие Поведение Которому Насучит Культура Или Инфекционное Заболевание Распространенное В определенной Среде Вот То есть Смотрите Правильный Ответ Ну да Ну В смысле Здесь Иронизирует Конечно Пинкер Но это Конечно Не так Человек Который Рождается В военном Обществе Ведь По генам Не пойдет На войну А человек Который Рожден В мирном И плюшеном Обществе Скорее всего Будет Агрессивен И даже Склонен К агрессии Будет Убивать Мы наблюдаем Обратное Важно Заметить Что нет Есть какие-то Врожденные Характеристики Которые Так или иначе Склоняют Нас К тому Или иному Насильственному Поведению Но В принципе Культурные Механизмы Тоже Очень часто Работают И работают Значительно Сильнее Чем Генетические Механизмы Генетические Механизмы На мой взгляд Работают Сильнее Только у Людей Ну Нездоровых Которые Себя не Контролируют То есть Буквально Психологически Больных В целом Довольно Агрессивный Человек Которому Свойственно Реагировать На ситуацию Довольно Резко Который Может Если что Ударить Он просто Может Социально Приспособиться Так Чтобы Чуть что Вас Не ударить Например Продолжаем Еще один Признак Это Основанного На вере Подхода К насилию Твердая Уверенность Что Конкретные Средовые Объяснения Верны Постоянно Повторяются Что Мы Знаем Причины Насилия И Знаем Как Избавиться От Него Неожиданно Выше Пинкер Писал Что Мы Живем В демократических Обществах Где Насилие И воин Стало Значительно Меньше То есть Разве Не Получается Что Мы Действительно Смогли Значительно Уменьшить Относительный Процент Воины Массового Насилия Разве Это Не Значит Что У нас Людей Вот Так Вот Пинкер Опять Опять Проиграл Догма Это Насилие Это Выученное Поведение Заставляет Искать Причины Насилия В Конкретных Составляющих Американской Культуры Также Я Дальше Спрашиваю Разве Выученные Компоненты Ненамного Больше В данном Сочи Чем Биологическое И Разве Среда Не Может Сделать Даже Самого Безобидного Человека Агрессивным Разве Среда Не Влияет На То Что Врожденная Агрессивность Большинства Индивидов Может Контролироваться И Практически Аннулироваться Практически Я понимаю Не Полностью Но Вообще Практически То 90% 99% Времени Человек Который В одном Обществе Был Очень Агрессивен На Всех Нападал И Делал Это Заслуженно Так Скажем У Него Прощалось Б В Каком Нибудь Другом Обществе Уже Будет Совершенно Иначе Себя Вести И Будет Проявлять Насилие Агрессию В Крайне Редких Ситуациях Когда Культура Воспринимается Как Сущность Со Своими Убеждениями И Желаниями Убеждения И Желания Реальных Людей Не И 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 Том Ж Когда Люди Воспринимают Биологию Как Подобную Сущность И Потом Рассуждают О Человеческой Природе В Тех Областях В Которых Ее Влияние Преувеличены В Разы Несмотря Собственно Так Блин Простите Секунду Зарядка Мышки Закончилась Простите Так Вот И Потом Рассуждают О Человеческой Природе В Тех Областях В Которых Ее Он занимает Промежуточную Позицию У него Очевидный Перекос Порану Биологизаторской Догматики И генов Он Даже Когда нет Экспериментов Склонен Предполагать Что Биологическое Объяснение Является Лучше Культурологического И социологического Несмотря На то Что У последних Двух Дисциплин Есть Загажники Факты И аргументы Которые Они Сами И приводят Как Это делает Биология В том числе То есть Пинкер Всегда На стороне Биологии Даже Тогда Когда Об этом Ничего Не Говорит И даже Наоборот Когда Есть Огромное Количество Фактов Против Этой Самой Биологии А Если Есть Несколько Десятков Предвятых Экспериментов Которые Подтверждают По мнению Биологических Догматиков Что Их Позиция Верна То Ликованию Пинкера Нет Предела Притом Он Часто Приводит В качестве Примера Вещи Которые Не Противоречат Эволюционизму Но Не Подтверждают Его Понимаете В чем Дело И Это Тоже Странная Система Утверждение Что Насилие Это Выученное Поведение Мантра Повторяемое Благонамеренными Людьми Чтобы Показать Свою Уверенность В том Что Уровень Насилия Можно Снизить Так Его Можно Снизить Пинкер Сам Свидетельствовал Что Уровень Насилия Был Снижен Высшая Форма Проявления Насилия Это Война Войн Стало Меньше Вывод Уровень Насилия Был Снижен У нас Есть Законы Которые Сажают Людей Если Они Ведут Себя Агрессивно Меньше Людей В пропорции В процентном Соотношении Ведут Себя Агрессивно Уровень Насилия Снижен Людям Приходится Больше Себя Контролировать И Поэтому Уровень Насилия Снижается Без Биологии Без Без Этих Ваших Генов Все Работает Пока Как Так У Агрессивных Родителей Дети Часто Агрессивны Люди Которые Делают Из Этого Что Агрессия Учатся От Родителей В Замнутом Цикле Насилия Не Учитывают Вероятность Того Что Склонность Насилию Через Темперамент Передаваться Если У Вас Ярко Выраженный Холерический Темперамент Ну Наверное Вы будете Больше Склонны К Насилию Чем Человек У Которого Флегматический Темперамент Очевидное Тоже Высказывание Но При Этого Будучи Холериком Вы Можете Определенным Образом Быть Воспитаны И Вообще Не Проявлять Насилия Агрессии К Другим Людям И Сдерживать Свои В общем Потоки Ненависти Опять же Да Важно Заметь Что Это Просто Склонность Вообще Склонность К Насилию Скорее Всего Будет Выше У К Да Это Уже То Что Сказал Я Даже Готов Согласиться С тем Что Феноменологически Мы Можем Наблюдать Зависимость Передачи Темпераментов Мне Думается Что Мало Кто Будет Спорить С тем Что Умеются Какие Склонности Но В большинстве Случаев Эти Склонности Можно Регулировать А С помощью Воспитания Можно Довольно По-разному Влиять На Людей С Разным Темпераментом Чтобы Добиться Нужного Поведения Компонент Среди Здесь Выше Компонента Наследственности И Только У Людей Больных И Недалеких Это Может Быть Не Так То Есть Их Поведение Может Быть Обусловлено Преимущественно Наследственными Чертами То Только У Больных Опять же Важно Заметить Что Пинкер Сначала Говорит О Снижении Агрессивности А потом Приводит Пример Абстрактных Агрессивных Родителей Абстрактных Агрессивных Детей То Что Агрессивных Детей Часто Агрессивные Родители Не Означает Что Мы Не Смогли Бы Уже Множество Раз Понизить Уровень Агрессивности В Обществе И Это Также Не Значит Что Мы Не Смогли Понизить Уровень Агрессивности У Большинства Отдельных Индивидов Если Быти Жи Дети Росли В Другой Среде То Их Агрессия Могла Быть Могла Бы Доходить До Насилований И Убийств Притом Даже Возможно У Флегматиков До Этого Бы Доходило Притом Насколько Настолько Частых И Даже Постоянных Что В среднем Склонность К тем Или Иным Поступкам Не Гарантирует Что Этот Поступок Произойдет И Здесь Основную Роль Играет Конечно же Среда Как Не Странно То есть Мне В принципе Кажется Что Нет Мы Может И Можем Генетически Сделать Человека Который Будет Абсолютно Без Яиц И Не Будет Агрессии Даже На Агрессию Отвечает Абсолютно Абсолютно Унылого Человека Чья Активность Абсолютно Снижена Который Не Будет Заступаться В том числе За себя И нападать Тоже Не Будет Соответственно Но Это Просто Непродуктивно Во-первых А во-вторых Все равно Даже Если Такой Человек Генетически Не Знаю Будет Создан Короче Короче Если Будет Такой Спокойный Человек Это Конечно Плохо Он Будет Невыживабель А Средний Флегматик Если Что Агрессию Может Проявить Вдруг 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 Что Вдруг Какая Ситуация Его Заставит Адаптивно Подойти К той Или Иной Ситуации Простите За два Раза Употребления Свою Ситуацию Ну Вы Поняли Вот И В этом Плане Пинкер Понимаете Что Нам Предлагает Он Говорит О Чисто Средовых Теориях Но Я Б Говорил О Преимущественно Средовых Теориях Мне Кажется Они Более Верные Чем Преимущественно Генетические Теории То Есть Но Опять Чисто Генетическая Теория Здесь Не Работает Пинкер Точно Согласен Но Он Нам Предлагает Сделать Очень Большой Акцент На Генах Я Не Готов Делать Такой Акцент Я Соглашусь Скорее Всего Многие Наши Физиологические Особенности Просто Отчасти Будут Обуславливать Наше Поведение Неожиданно Но Это И то В контексте Среды Скорее Всего Будет Происходить То Например В нашем Обществе Ненавидят Толстых Людей Допустим Среда В которой Ненавидят Толстых Людей Пинкер Скажет О Статистически Замечено Что Толстые Люди Злее Там Не толстых Толстых Ненавидят Хейтят Им Это Портит Настроение Допустим Им Очень Плохо В этом Плане Ну И да Соответственно Наблюдается Вот Такой Недостаток Пинкер Сделает Вывод Что Полнота Генетически Обуславливает И агрессивность Допустим Они Коррелируют А я Сделаю Вывод Что Они Коррелируют По Другой Причине Они Коррелируют Потому Что Общество Здесь Работает Допустим По большей части Да И вызывает Не те состояния У полных Людей Которые Надо вызывать У нормальных Людей Соответственно Вот То есть Мы сразу Можем подойти С разных сторон И Честно говоря По разному Описать Результаты Одних и тех же Опытов Одной и той же Статистики Но Пинкер Всегда Просто делает Гигантский Акцент На генетику Чисто средовые Теории насилия Остаются Догматом Веры Потому Что они Воплощают Себе чистый Лист И благородного Дикаря Две противоположные Концепции Окей Насилие В соответствии С этими Теориями Неестественная Стратегия Из репертуара Человека Это выученное Поведение Или Следствие Отравления Ядохимикатами Или симптом Инфекционного Заболевания Да Опять чистый лист Мы не удивлены Есть много Причин считать Что человеческая Агрессивность Не болезнь Или Отравление В буквальном Смысле А часть Нашего Устройства Прежде чем Представить Их Позвольте Мне Разве Два Опасения Ну Опасения Мы посмотрим Там Первое Второе Будет Нет Тут еще Важно Понять Что он Слово Агрессивность Абстрактно Понимает Если Его Понимать Абстрактно То я Соглашусь С тем Что это Свойство Похоже На Врожденное Но У нас Есть Свойство Регулировать Агрессивность Так же Например Таконами Например Воспитанием Людям Часто Свойственны Реагировать Агрессивно Но При должном Воспитании Они могут Сдерживаться Значительно Чаще Да И Испытывать Раздражение Значительно Реже Существуют И практики Которые Позволяют Стать Спокой И Равновешение Еще Множество Способов Влияния На Собственную Агрессивность Да И вообще Как Человек Склонный К Как Он Такой Илон Маск То есть Даже По вопросам Агрессии Речь В том числе Идет О среде Да Вы Генетически Можете Быть Более Предрасположены К Агрессии Но В конце Концов Решает Среда То есть Немножко Несопоставимы И опять же Если Говорить Остались Смотрите Если Мы Вообще Занимаем Какую Позицию Допустим Нам Предложено Только Две Позиции На Вы Либо За Объяснение Культурное Выбирайте Культурное Генетическое Проигрывает Прямо Сразу Культурный Компонент Категорически Очевиден Генетический Компонент Да он тоже Есть Он тоже Очевиден На самом Деле Но Обычно Его Просто Выкидывают Просто Ввиду Того Что Выбросить За скобки Потому Что Здесь Все Так Понятно Или Наоборот Совсем Непонятно Становится И сложно Если Генетический Компонент Сюда Внести Да Получится Сразу Много Параметров И все Это Просто Вместе Не Описать Получится Ну И Соответственно Давайте Более Простые Теории Пока Использовать Пока Мы Можем Это Делать Как То То Есть Тут На самом Деле Много Нюансов В том Методологических У разных Дисциплин Первое Пишет Пенкер Первое Это Два Опасения Что Поиск Корней Агрессивности В человеческой Природе Равносилен Сведению Причин Насилия К плохим Генам Жестоких Личностей Оскорбительному Предположению Что В этнических Группах С высоким Уровнем Насилия Такие Гены Должны Быть Распространены Больше Второе Опасение Что Если Люди Наделены Мотивацией Насилия Они Не Могут Его Не Проявлять Или Же Должны Быть Агрессивными Постоянно Словно Османский Дьявол Из Мультика Warner Bros Чувак Чел Ты Чего Это Самый Большой Апсер Пинкера Ребят Блин Блин Он Перепутал Warner Bros Блин И Дисней Господи А Боже Мой Просто Жесть Просто Жесть Ребята Ужас Ужас Это Просто Ужас Боже Мой Я Не Думал Что Не Дальше Разбирать Даже Смысла Не Имеет Ребята Такие Грубые Ошибки Мы Не Прощаем Мы Не Прощаем Настолько Грубые Ошибки Друзья Это Просто Невозможно Ужасно Ладно Шутка Да и в целом Мы с Пинкером Судя по всему Исходим Из схожих Наблюдений И фактических Представлений Но делаем Радикально Противоположные Выводы Пинкер Пишет Мальчики Во всех культурах По собственному желанию Участвуют в грубых играх Без правил Которые Несомненно Представляют собой Подготовку к дракам Но в современной культуре Это не так Как минимум Большинство мальчиков Не участвуют в грубых играх И к дракам Не готовятся Неожиданно Мальчики В компьютеры Бывают Играют Мальчики Еще что-то делают Далеко не всегда Это грубые Игры Подготовки К дракам И так далее И так далее И так далее Вопрос Это вообще зависит От культуры И не от культуры Он хорош Потому что в принципе Мальчик может И не увлекаться Такими вещами И грубыми играми И многое Опять же От темперамента Зависит здесь Дальше Пинкер пишет Насилие занимает ум Человека В течение всей жизни По данным Независимого исследования Независимого исследования Проведенного В нескольких странах Психологами Дугласом Кенриком И Дэвидом Басом Более 80% Женщин И 90% Мужчин фантазируют Об убийстве людей Которые им не нравятся Особенно соперников В любви Приемных родителей И тех Кто унижает их Публично Еее Я не один такой Ура Ура Ребят Ура Первое Что необходимо сделать Чтобы понять насилие Забыть о нашем Отвращении к нему И выяснить Почему оно Иногда Может быть Выгодно С личной Эволюционной Точки зрения А я тут В свою очередь Отмечу Если что-то Может показаться Выгодным С эволюционной Точки зрения То это еще не значит Что оно Существует Здесь биологически Я не имею Никаких претензий К насилию Насилие для меня Вообще некая норма Ну то есть Нормальная тема Хорошая для обсуждения Никаких проблем Я здесь не вижу Я вполне допускаю Что если бы мы жили В обществе без законов Я бы легко Убивал Ненравящихся мне людей Избивал и запугивал Врагой И силы бы брал Женщин Ну как бы Вообще не вопрос Я не вижу Здесь никаких Моральных ступоров Особенно если Все окружающие Поступают так же Насилие так же Является нормой Практически для любой эпохи Просто оно Организовывалось Разными способами И насилие Лично для меня Смотрится Некой общечеловеческой нормой И его отсутствие Результатом Сложных и длительных Преобразований Причем Скорее может быть Культурных Социальных А может быть И биологических Не знаю Какая разница Но преобразования Так что важно заметить Что я не испытываю Никаких негативных эмоций К теории эволюции И биологам Да так же Я не испытываю Никаких негативных эмоций К эволюции И биологам Даже более того Замечу Что биологическое Объяснение Считаю наиболее полным И правдоподобным На сегодняшний момент Правда не единственным Работа Которую проделали ученые Просто невероятно Чем мне и приходится Восхищаться Но она не видится Мне достаточной Для доказательства Множества Обозначенных Пинкеров тезисов Так же я не вижу Доказанной теории эволюции Несмотря на то Что я ее вижу Наиболее полной Наиболее подробной Наиболее хорошей Я при этом не вижу Того что она доказана Да это пока что Самое подробное И целостное описание Живого мира И всего остального Но я не готов Его абсолютизировать Я вижу что многие Уступающие теории эволюции Традиции Могли бы развиться До ее уровня И даже выше Но недостатки Спонсирования И людей дают о себе знать Я бы хотел дать возможность Всем призмам развиться И показать свой потенциал В данном случае Ну вот Дальше идет Уже про каннибализм Каннибализм Ну мы в этом шарим Как говорится Так вот Каннибализм Настолько отвратительный для нас Что даже антропологи Годами отказывались признавать Обыденность этого явления В доисторический период Первое что приходит на ум Неужели другие человеческие существа Действительно способны На такое извращенное поведение Ну да Пособны Приятного аппетита Эти установки Не плавают в облаке Под названием Культура Но их можно наблюдать В психологии Некоторых южан Низбет и Коэн Провели обманный Психологический эксперимент В либеральном Мичиганском университете Чтобы попасть в лабораторию Респондентам приходилось Протискиваться Мимо помощника Экспериментатора Который заполнял бумаги Когда респондент Задевал его Тот резко Задвигал ящик стола И бормотал Придурок Студенты из северных штатов Отшучивались А вот студенты Из южных штатов Были явно задеты У южан Поднимался уровень Тестостерона И кортизола Гормон стресса Их самооценка Снижалась И снова неуместный Пример эксперимента Эти установки Не плавают в культуре Но их можно наблюдать В психологии А психологию Как можно наблюдать Тоже в облаке И как результаты Эксперимента Противоречат культурологии Вообще интересный вопрос Как они противоречат Тому что вызваны Культурными причинами Тоже непонятно Пинкер со своими Разносами Конечно выглядит Как маленький ребенок К сожалению Ну не работают Такие опровержения Но пинкер думает Что работает Жаль Жаль Очень жаль Гендер На самом деле Несовестимости Между принципами Феминизма И вероятностью Что мужчины И женщины Не идентичны Психологически Нет Повторю Равенство Не подразумевает Что все группы людей Взаимозаменяемы Это моральный принцип Что людей нельзя Оценивать Или ограничивать На особе средних Свойств группы Которым они принадлежат Так вот На мой взгляд Главная проблема Заключается в том Что подчеркнутое неравенство Является причиной Отказаться От морального принципа Равенства в правах И обязанностях То есть это может быть Указываться как причина Почему нет Мужчина и культурно И социально И юридически Всегда брал на себя Больше обязанностей Чем женщина Но имел больше прав Впрочем Современность показывает Что мужчину Можно лишить этих прав И навесить на него Еще больше обязанностей В современном законодательстве Многих стран Женщины освобождены От воли Мужчины могут делать Все что им захочется Но на мужчин Накладываются Многочисленные ограничения В виде алиментов Жесточайших наказаний За изнасилование И многие другие вещи Которые всеми считаются Оправданными Более того На практике Женщин могут Не наказывать За многие преступления Те же изнасилования Нанесение легкого вреда Здоровью Угрозы Оскорбления Для женщин Это все преступления Эти все преступления Могут пройти безнаказанно С большей вероятностью Чем в случае с мужчиной Из этого легко В общем-то Сделать вывод Что женщине Выдали все мужские права Но забыли поставить Обязанности И это считается нормальным Как среди феминисток Так и у мужчин Неожиданно Вообще Всю историю У мужчин Преимущественно Было больше прав Потому что Они имели Большее количество Обязанностей И самое главное Они чисто Они могли Эти обязанности Так или иначе В общем-то Выполнять Например Они были военно обязанными Почему мужчины Могут принимать участие В совете В античной Греции Да потому что Они будут принимать участие В войне Если та начнется И они имеют право Принимать решение О начале Или Не начале этой войны Если это так То прав у мужчин Неизбежно Должно быть больше Ну неизбежно В том плане Что это вообще Вообще-то Вообще-то Нормально было бы Им это сделать Либо тогда Уравнять обязанности Почему бы и нет Если ваше государство Воюет А это Возможный сценарий В прошлом То о каком равенстве Может идти речь Какое право Женщина имеет Решать Участвовать в войне Там или не Участвовать Мужчинам При том что Они сами Участвовать в войне Не будут Например Ну никакого Несмотря на эти принципы Многие феминистки С негодованием Пишет Пинкер Нападают На исследования Сексуальности И межполовых Различий Гендерная политика Основная причина Того что Подход к человеческому Разуму С точки зрения Эволюции Генетики Нейронауки Сегодня резко Отвергается Но в отличие От других Оснований Для классификации Таких как Раса и национальность Где любые Биологические Особенности По большей части Незначительны И непримечательны С научной точки зрения Игнорировать гендер В науках И человеческой природе Невозможно Два пола Существует Столько же Сколько сама жизнь И представляет собой Важный предмет Обсуждения Для эволюционной биологии Генетики И поведенческой экологии Так вот И все же Пинкер путает Пол и гендер Это странно Пол это биологический пол А гендер Это половая идентичность По факту Люди могут идентифицировать себя Вообще как угодно И проявлять разные типы поведения Вероятно Большинство людей Ведут себя в соответствии Со своим полом Но это неверно В абсолютных значениях Вообще непонятно Что значит вести себя В соответствии Со своим полом Для меня это тоже Какая-то загадка Отдельная Ага Да Иногда женщина Важная предпосылка Для дальнейшего обсуждения На мой взгляд Да Здесь проблема в том Что Некоторые вариации Этих тезисов Действительно легко Могут использоваться Для того Чтобы лишить женщин прав Неожиданно Я уже привел Рассуждение выше То есть я не придерживаюсь Из того осуждения Что было выше Но обычно Его вот в такой Последовательности И приводят Женщина не воюет У нее было Больше прав Меньше обязанностей Да Меньше прав Меньше обязанностей Теперь у нее Столько же прав И обязанностей Все еще меньше Чем у мужчины Что-то здесь не так Соответственно Да Если уравнивать Давайте уравнивать До конца Ну и так далее Так далее Так далее Также можно лишить Женщин прав на образование Если женщина Хуже образовывается И с трудом Достигает высоких степеней То почему бы Не лишить ее Такой возможности Вообще Как вам такое Илон Маск Статистически Это было бы Выгодно Достаточно То есть Ну вот Если Опыты научные Покажут Что это так Что женщины Образовываются Хуже мужчин Допустим Они так покажут Че Почему бы Не лишить Если мужчины С большей вероятностью Реализуются В научном сообществе То почему бы Высшие ступени Образования Не заполнить Только лишь мужчинами И вообще Женщинам туда Доступа не давать Быстрее Проще И лучше В спорте Повторюсь Это бы так и работало У нас есть мужчины То есть Если бы у нас Спорт был Унисексуальный То есть И для мужчин И женщин Женщин просто Бы не пускали В спорт Ну потому что Вы не воспитаетесь Вы не воспитаете Чемпион Если чемпион Будут соревноваться С самыми лучшими Сильными И быстрыми Мужчинами В мире Вы никогда Не воспитаете Чемпион Которая займет Хотя бы Третье Или четвертое место В мире Допустим Я думаю Совсем наоборот Конечно Я думаю Женщины прекрасны Интеллектуальны И замечательны В этом плане То есть Женщины Думаю Наоборот И даже Им образование Несколько легче Во многих вопросах Дается Чем мужчинам Потому что Им проще Слушать Тот формат Образования Которая нам Сегодня Преподносится Женщинам Мне кажется Дается Несколько проще Даже Значительно Проще Чем мужчинам Мужчины Более Агрессивные В среднем Более Активные В этом плане Им поспорить Часто хочется А тут Не то Образование Где надо Спорить Соответственно Поэтому Женщинам Здесь проще Но допустим Вдруг окажется Может не надо Тогда женщин туда Пускать А значит Мы по праву У них заберем Довольно Какие то Могут быть Собственно Здесь проблемы А сами проблемы Несмотря на те Примеры Которые я привожу Они могут быть Куда более тонкими Ну например Как в спорте В спорте Прям нет В спорте Это очень очевидный Пример Но пример Я не знаю Допустим Допустим Неожиданно Окажется Что женщины Менее дружелюбны Чем мужчины В среднем Ну наверное Тогда не стоит Брать в качестве Продавщицы Женщину Допустим Допустим Опять же Ну это тоже Пример Тоже из головы Взят Просто из ничего Сейчас Ну допустим Вдруг оно так окажется И Пинкер пишет Как это далеко От биологического мышления Триверс упоминал Симметрию В человеческих отношениях Которая подразумевает Генетическое равенство Полов С генетической точки зрения Быть в теле мужчины Или быть в теле женщины Одинаково Выигрышные стратегии По крайней мере В среднем В разных обстоятельствах Преимущества То на одной То на другой стороне Следовательно Естественно Отбор стремится Инвестировать в оба пола Одинаково Одинаковые Количественные показатели Одинаковая Сложность тела Мозга Равноэффективный Дизайн для выживания Что лучше Быть размером Самца Бабуины И иметь клыки Шерсть Дюймов В 6 дюймов Или быть размером Самку Бабуины И не иметь их Сама постановка Вопроса Не имеет смысла Биолог сказал бы Что лучше обладать Адаптациями самца Чтобы иметь дело С мужскими проблемами Адаптациями самки Чтобы решать Женские задачи У меня тут же вопрос Но это ли не значит Что мы должны Решить самку Некоторых прав У нее свои задачи Следователь У нее свои права И свои обязанности В том числе Может быть тогда Разделим законодательство На мужские и женские Права и обязанности А? А? Как вам такое? Ну тогда это будет Антифеминистично Это будет против равенства Более того Многие вещи Мужчины делают Ну типа классно По крайней мере считается Что мужчины классно делают Ну поэтому мужчины Будут во многих областях И дальше доминировать Тогда получится Ну такое Не значит ли это Что мы не должны Допускать самок В голосовании Потому что у них клыков Нет В смысле? Кто нам будет На войне пизды давать Вопрос Самки без клыков Или самцы с клыками Самцы с клыками Какое голосование Какое решение Вы чего? Если самец Играет в свои политические игры А потому использует Тестостерон, агрессию И многие другие Мужские штуки То почему мы пытаемся Пропихнуть в политику Женщин? Не означает ли это Что политика Всю историю человечества Была мужской проблемой А женщин туда не пускали Не просто так Может быть это реально Мужская проблема Если уж так подходить К этому делу Где вообще мужские задачи И где женские Это уже следующий вопрос Следующий вопрос Это уже такое Уже ближе к феминистическому То есть до этого Мы как бы против феминизма Вопросы задавали А теперь давайте За феминизм зададим А что это за Мужские и женские задачи? Образование Вот тоже было Большую часть времени Мужской задачи Но это правда не значит Что женщина не может В образовании Там факт того Что женщина не участвует В выборах И не обучается В университетах Не делает ее хуже Потому что она Решает свои задачи А мужчина свои И в природе Оно в целом так За решение задачи У разных полов Есть свои привилегии Чаще всего Так и у мужчин Есть возможность Получать образование И принимать Политические решения Ибо это их область Как минимум таковой Считалась Большую часть времени Что-то я Куйню написал Честно говоря Да Что я пока сам не понял Что я написал в природе Оно в целом так За решение задачи У разных полов Ой-ой Какая Что-то я плохо здесь написал Ребят Простите Простите Короче Написал я здесь плохо Попробую рассказать Да Вопрос Кстати Если женщины Не могут выполнять Мужские задачи Не могут быть Приспособлены к этому Ну вот вывод Да То как они могут Претендовать на мужские права Вот главный вывод Как это может вообще происходить Непонятно Ну скорее всего Женщины могут Решать мужские задачи Следовательно Могут претендовать На мужские права Не все мужские задачи Но многие мужские задачи Они могут себе позволить Более того Не до конца понятно Какие задачи мужские Какие женские В офисе сидеть Мужская задача Быть президентом Мужская задача Бегать по лесу Голышом Мужская задача Я не знаю Какие мужские Какие женские Я не понимаю В куклы играть Женская задача Там на кухне Стоять женская задача Почему повара Мужчины тогда существуют Непонятно Ничего не понятно как-то работает очень странно межполовые различия не случайная деталь западной культуры вроде решения придерживаться при движении правой или левой стороны во всех человеческих культурах считается что мужчины и женщины разные по своей природе во всех культурах существует межполовое разделение труда причем большая доля ответственности за детей достается женщинам а большая часть контроля в области общественных связей политики мужчинам сейчас мы логическую ошибку поймали пинкера аналогические ошибки если современное общество в котором это не так но мы считаем собственно тоже культурой то следовательно не во всех обществах это наблюдается не всех культурах пинки раши пинкер пинкер нас обманул снова снова обман как же это может считаться во всех обществах так если есть феминистическое сообщество в котором это не так вот так вот это как минимум это как минимум так что аргумент не так мощен как он хочет показаться можно представить себе эксперимент который помог бы отделить биологию от социализации взять младенца мальчика делать ему операцию по смене пола так чтобы родители воспитали его как девочку и другие люди обращались соответственно если гендер социальный конструкт у ребенка будет сознание нормальной девочки если он же зависит от пренатальных гормонов ребенок будет чувствовать себя как мальчик запертый в теле девочки удивительно подобный эксперимент был представлен в реальной жизни естественно не из научного любопытства в результате болезни и случайности в одном исследовании рассматривали 25 мальчиков рожденных без пениса врожденный дефекты известный как локальная эстрофия которые затем которых затем кастрировали и растили как девочек все они демонстрировали мальчишеские паттерны грубой игры имели все все но все это круто имели типичное мужское пристрастие интересы больше половины из них спонтанно заявляли что они мальчики в возрасте всего пяти лет проблема заключается в том что жизнь не ставит экспериментов как таковых вы понимаете сам сам по себе эксперимент жизни произойти не может потому что эксперимент это автоматически нечто искусственное вот да то есть эксперимент в реальной жизни был поставлен какой же это эксперимент длился он много лет соответственно не под надзором ученых мало ли что там родители делали то есть мало ли как родира их растили как мальчиков или как девочек основная проблема заключается в том что это неконтролируемые события в которых мы выжж ну вынуждены доверять родителям а не собственным наблюдением родители говорят что раститель как девочек а мы на этом и базируемся маловато и слабовато как мне кажется то есть вот если отдельно брать вот этот эксперимент описаны он недостаточен причем категорически недостаточно может быть реально половину родителей просто и говорили своим детям ты тупо мальчик ты ходишь хочешь платье ну ты мальчик давай играть с нами бум 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 там вдруг вдруг так вдруг они относились к нему не как девочки если девочку они там моя маленькая моя хорошая моя милая принцесса а тут типа ну какая-то беспенесная чепуха короче перед ним находится но и типа не то не все может родители как-то по особому к ним относились как мальчика может воспитывали как будто бы как девочек покупали платье там бы волосы отращивать заставляли но относились как мальчиком все равно типа с таким знаете пофигизмом что ли ну что родители очень часто по-разному относятся к мальчикам и девочкам это да тоже важно то есть тут неизвестно неизвестно как она работала сейчас история про еще одного молодого человека будет его родители проконсультировались у известного исследователя проблем пола джона мани который придерживался мнения что природа это политическая стратегия тех кто хочет сохранить статус-кво между между межполовых различий он посоветовал рази родителям родителям позволить врачам кастрировать ребенка создать ему искусственную вагину и они растили его как девочку не сообщая ему о том что случилось я узнал об этом семидесятых и будучи еще студентом тогда об этом говорили как доказательстве что дети рождаются бесполыми и обретают гендер в процессе воспитания статьи в журнале new york times в то время сообщали что бренда бывший брюс счастливо проводят детство как настоящая девочка фактом не давали ходу вплоть до 1997 года когда стало известно что с раннего возраста бренда чувствовала себя мальчиком заперта в теле девочки и в ее гендерные роли она срывалась себя платится с рюши рюшечках куклами предпочитала пистолеты и игры с мальчиками и даже настаивала на том что мочится 100 на том чтобы мочиться стояк 14 годам она была как нищина она была так несчастна что решила или жить как мужчина или покончить с собой и отец на сказать рассказал и правду она прошла новую череду операции вернула себе мужскую идентичность и сегодня живет в счастливом браке с женщиной ну с чего начнем счет чего начнем разбор этот во первых до для того чтобы доказать что есть гендерные различия достаточно предоставить собственно представители разных gender берете там всякие а гендеров шума гендеров человеков оленей и так далее так далее так далее так далее вот вот уже есть некоторые доказательства того что гендеры не только половые бывают и что мужчина может занимать так называемую женскую роль выполнять, а женщину мужскую. Скорее всего, есть такие мальчики, которые играют куклы, есть такие девочки, которые бегают с автоматами по лесам, может даже в тех же платьицах, а может быть и не в платьицах бегают. Так что здесь, понимаете, в чём дело? Полностью изолировать социальный аспект, с одной стороны, оказывается, ну, в принципе, не очень возможно, а с другой стороны, пополам, половое поведение очень плохо разделяется. Не до конца понятно, что такое грубые игры, грубые игры, но окей, пусть будет, грубые игры. Но девочки тоже играют в грубые игры неожиданно. И немало девочек играют в грубые игры. Почему бы и нет? Я видел множество девочек, которые с нами в войнушку играли в детстве, и нормально играли, никаких проблем особо это не вызывало. Ну, девочка и девочка, ну, стреляем и стреляем, там, из палочек. Не, а да, если по своему детству посудить, ну, многие девочки с нами в группе с пацанами играли в войнушки. Чё делать? Чё делать, как быть? Девочки играли с нами в файтинге на приставках, я помню тоже. Чё делать, как быть? Странно? Эх, странно это всё, странно. Эх, ну, с другой стороны, да, поехали дальше. Примеры из личного опыта одного человека не могут быть доказательством ни одного из предложенных тезисов, ни об отсутствии половых различий, ни об их присутствии. Жизнь одного мальчика-инвалида сложилась тем или иным образом. Какая разница? Может быть, там, папа с мамой относились к нему как-то по-особенному. Может быть, были какие-то условия, которые ему к этому привели. Может быть, существуют девочки, которые проявляют мальчишеское поведение. То есть, носят одежду для мальчиков. В общем-то, одежда же тоже не сформировалась генетически, я полагаю. Играть в машинки. Мне тоже думается, что играть в машинки – это тоже не генетическая какая-то вещь. И грубые игры, но тоже не очень генетическая вещь, наверное. Наличие таких детей ничего не доказывает. Более того, если девочка играет в детстве в куклы, то это не означает, что она потом не может приобрести женскую модель поведения. Не играет в куклы. Если девочка не играет в детстве в куклы, то это не означает, что она потом не сможет приобрести женскую модель поведения. Впрочем, если девочка играет в куклы с самого детства, то это тоже не означает, что и во взрослом возрасте будет невозможно примерить мужскую модель поведения. Как-то так. Пинкер, по-моему, прокалывается на самой базе. Это довольно грустное зрелище, честно говоря. Так что, даже если бы для обоих полов важны и работы, и дети, и их разная значимость для мужчин и женщин, может приводить к тому, что женщины чаще выбирают работу, позволяющую им проводить время с детьми. Так у большинства женщин детей вообще может не быть. Ну, по крайней мере, до определенного возраста. Укороченный рабочий день и гибкий график. Я всегда выбираю укороченный рабочий день и гибкий график. Я женщина, что ли? Меньше переездов. Я тоже выбираю меньше переездов. Умения, которые не устаревают слишком быстро в обмен на более низкую оплату или престиж. Как подчеркнул экономист Дженнифер Робак, если мы замечаем, что люди жертвуют денежным доходом ради других приятных вещей, сравнение доходов одного человека с доходами другого почти ничего нам не дает. Ну, здесь я тоже согласен, кстати. Ну, и тут важно понимать, что Пинкер опять подставился, так как феминисты говорят о сравнении доходов людей в рамках одной и той же профессии, работающих абсолютно одинаковое время и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, в идеале надо было сравнивать доходы при прочих равных. Женщина, выполняющая ту же самую работу, то же самое время, приносящая те же самые результаты против такого же мужчины. Если при этой такой ситуации дисбаланса имеется зарплат, то уже можно реально о чем-то таком феминистическом задумываться. Но тут опять же могут сыграть капиталистические механизмы. Например, женщина это опасный вклад, который может выгореть ввиду своей беременности. Ну, для работодателя имеется в виду. А во время беременности у женщины могут быть разные проблемы с работой, и она пропустит много рабочих дней. В этом плане половозрелая женщина является более рискованным вкладом своих денег, чем мужчина для капиталиста, очевидно. Как это можно поправить? Ну, сделать так, чтобы и мужчина, и женщина в случае беременности с женщиной в любом случае больше, ну, одинаковое количество времени проводили, собственно, с ребенком. Так или иначе. То есть, чтобы декрет брали оба. Такое реализуется. Такая система реализуется, она есть, все нормально. Но тут другая проблема, потому что многих женщин мужчины будут бросать, и все равно женщина... Ну, ребенок будет, скорее всего, с женщиной, скорее всего, с очень большой вероятностью. Так что мужик, скорее всего, убежит и бросит, ей все равно одной придется воспитывать, тогда весь декрет ей останется, и все равно женщина несколько более опасный вариант для нас, чем мужчина. Тогда надо сразу брать женатую женщину. Или вообще, кстати, неженатиков лучше сразу брать, и мужчину, и женщину. Нет, мужчину лучше брать неженатого. Да, мужчину лучше брать неженатого, а если и брать женщину, то женатую. Женатый мужчина и женщина, ну, мужчина и женщина, у которых в браке находятся, имеется в виду, да, они будут равносильны здесь по уровню невыгодности. А, вот. И тут поднимается тема про изнасилование. Ну, и самым выгодным, конечно, мужчиной будет для нас это холостяк. Мужчина-холостяк без женщины, который всегда может избежать, соответственно, брака. Если женщина какая-то забеременеет, он сможет убежать подальше. И, соответственно, очень-очень выгодный персонаж, на самом деле, для работодателя. А женатый мужчина и женщина какие-то в браке состоящие, они будут просто равносильны здесь по невыгодности. И самая невыгодная будет женщина, состоящая, не состоящая в браке. Потому что, мало ли, она забеременеет, и тогда она будет большую часть времени, ну, тогда она на декрете просидит очень много времени, и придется ей отплачивать бабки. Ну, даже если государство будет платить за нее деньги, как говорится, все равно это будет довольно некомфортно, неудобно для работодателя, потому что придется искать замену, потом замену увольнять снова и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вы понимаете, сколько там за пары будет с этим. Женщина невыгодна, оказывается. Одинокая живущая женщина невыгодна. И мужчина холостяк выгоден. Как-то так. И тут поднимается тема про изнасилование, ребят. Я в этом шарю. Если рассуждать о естественном характере изнасилования, то, конечно, хочется подчеркнуть, что наказание за такое преступление почти во всех странах очень жестокое. Пинкер разбирает и опровергает высказывание «насилие не секс». Но тут имеется одна большая проблема. Сам секс не секс, в научном смысле. А если высказываться понятнее, сам секс на большую часть человеческой жизни состоит не из биологических побуждений, а из выученных в культуре аспектов индивидуальных фантазий человека. Секс, по большей части, это не сам акт саити. Акт саити – это меньшая часть происходящего, в общем-то, действия. А также сопровождающие его культурные элементы. Если бы насилие было сексом, а секс понимался без всей этой культурной мишуры, то имело бы смысл осуждать преступника только за нанесенную ущерб, угрозы и прочие неприятности. В соответствии с этим выбирать ему срок. Но в случае с изнасилованием, при прочих равных добавляются дополнительные годы за нарушение сексуальной неприкосновенности человека, за определенное табуированное действие. Пинкер очень часто хочет взглянуть на явление однобока и представить его только лишь с одной точки зрения современной биологии. Но тут проблема чаще всего не в биологии, а в прочих сложных аспектах, которые задают множественные проблемы в данной дискуссии. Подумайте об этом, пишет Пинкер. Первый очевидный факт. Мужчины часто хотят заняться сексом с женщинами, которые не хотят заниматься сексом с ними. Они используют любые тактики, которые только может использовать одно человеческое существо, чтобы повлиять на поведение другого, ухаживание, соблазнение, лесть, обман, давление и подкуп. Соглашусь, это один из факторов действительно. Во многом потому, что мужчину выучивают вести себя определенным образом для того, чтобы добиваться женщины. Здесь Пинкер, скорее всего, и природные мотиваторы, но в таких случаях Пинкер очень любит исключать саму культуру отношений, которая тоже может быть абсолютно другой. В данной системе мужчина является тем, кто добивается отношений. Он совершает подвиги и необдуманные поступки. Подвиг и изнасилование – это обоюдоострый меч на самом деле. Они на самом деле об одном и том же повествуют. В одном случае мужчина делает что-то хорошее, чтобы получить женщину, но в другом случае мужчина делает что-то плохое, чтобы получить женщину. В обоих случаях это нерациональные поступки чаще всего. В том и другом случае поведение является рискованным, неоправданным и необдуманным. Например, на девушку напали хулиганы, мужчина бросается ее спасать, хотя и сам может лишиться жизни. Он рискует и, возможно, получает свою награду в виде секса. Тоже в случае с изнасилованием, только без доброго поступка в основании. Изнасилование – это поступок иррациональный. Как и подвиг спасения женщины в сложной ситуации, это тоже поступок иррациональный. То есть, рационально вызвать полицию и типа «Удачи!» «Удачи, уважаемая!» «Гражданка!» «Ну вот, я помог чем мог. Пока-пока-пока!» «И улететь в закат!» Вот, вот иррациональное поведение. Нерациональное поведение бросится спасать женщину. Вот, ну как, оно реально иррациональное. Оно иррациональное, потому что вы можете сдохнуть, на самом деле, да? Ну, это иррационально. То есть, может быть, как-то биологически это и можно объяснить, мол, мужчины, которые чаще спасали женщин, они были сильнее, там женщины давали им секс, это позволяло там свои гены дальше передавать. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот эта вся биологическая чепуха. Ну, возможно, оно и так, да? Ну, это в любом случае выглядит крайне иррационально. Если подумать, если так вот поразмыслить, а, да, допустим, у меня ценность передать свои гены. В каком случае я с большей вероятностью передам свои гены? В том случае, если я сейчас уйду просто, и потом у меня будет несколько женщин, и я передам им свои гены. Или если я сейчас умру. Ну, или если я сейчас очень сильно рискну, соответственно, и могу потерять свою жизнь. Ну, очевидно, что уйти здесь просто рациональнее. То есть, как подвиг, так и изнасилование оба, оба примера иррационального, в общем-то, поведения человека. Так вот. Идея, пишет Пинкер, становится еще менее вероятна, если мы вспомним, что насильниками обычно становятся неудачники и ничтожества, в то время как основные предполагаемые выгодополучатели патриархата люди богатые, облаченные властью. Ну, я бы здесь заметил, что проблема заключается в том, что Пинкер употребляет термин изнасилования в более широком смысле, чем это делают феминистки. Даже нет, наоборот, в более узком. Потому, вероятно, говорит о ничтожествах и неудачниках. Впрочем, важно понимать, что даже в смысле Пинкера изнасиловать может вполне полноценный мужчина, который пользуется успехом у женщин, но не пользуется успехом у одной из них. А если вы будете смотреть на это через призму феминизма, то окажется, что даже споить прекрасную даму с твоей мечты и потом заняться с ней сексом, это тоже изнасилование. То есть, у феминисток более широкое определение непосредственно изнасилования. Понимаете, в чем дело? Девушка с вами вместе выпила, и вы с ней занялись сексом. Вы тоже выпили, плохо себя проконтролировали. Вы ее изнасиловали для феминистки. Понимаете, да? Вот. И теперь представьте, у нас абсолютно разное поведение, понимание изнасилования. То есть, для одной группы людей изнасилования, это вы вместе выпили, и вы с ней переспали, но она как бы согласия не давала, что-то там забыла, и вообще просто охуела после этого, и подала на вас суд, например, да? Вот. Для кого-то это изнасилование, а для кого-то картина изнасилования, когда мы говорим изнасилование, это обязательно мужик там с ножом выходит. А-а-а! Убью тебя! Ты двигай ноги, сука! Ну, такая вот фигня, да? То есть, ну, вы понимаете, что на самом деле у людей разные картины изнасилования и разные определения изнасилования. То есть, для кого-то изнасилование обязательно будет включать в себя угрозы, применение большого количества силы, там, удушения, захваты какие-то, еще что-нибудь такое. А для кого-то изнасилование, это в том числе занятие с сексом при отсутствии согласия на этот секс. Понимаете, да, в чем дело? Вот, 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 вот. И вот с таких двух разных позиций как-то рассматривать это явление, такое явление, как изнасилование, довольно трудно. И мы даже, кстати, заметим, что в нашем российском законодательстве там тоже все не так гладко. То есть, под изнасилованием понимается не «А, я убью тебя, мразь, ложись, раздвигай ноги!» С ножом обязательно. Нет, там понимаются и более утонченные вещи, на самом деле, периодически. То есть, в целом, изнасилование далеко и не всегда носит, собственно, характер прямого насилия, прямого вот-вот, короче, прямого разноса, да, соответственно, бедной женщины. Так, Браунд Миллер задала показательный риторический вопрос, пишет Минкер. «Неужели необходима научная методология, чтобы сделать вывод, что антиженская пропаганда, пронизывающая культурный эфир нашей страны, создает атмосферу, в которой акты сексуальной враждебности, направленные против женщин, не только допускаются, но и идеологически поощряются?» Маклрой ответил. «Ответ ясен и прост. Да. Научная методология необходима, чтобы установить истинность любого эмпирического утверждения». Эм. И она обратила внимание на последствия концепции Браун Миллер. Одной из вертв новой догмы об изнасиловании стали и-сле-да-ва-ни-я. «Изучать причины изнасилования теперь уже некорректно с сексуальной точки зрения, потому что, как знает любой правильный думающий человек, есть только одна причина – патриархат! Десятилетия назад, во времена рассвета либерального феминизма и сексуального любопытства, подход к исследованию был более комплексным». Ну, это уже научный догматизм, я именно про то, что «да, только эмпирические утверждения, истинность позволяет нам установить». «Ес! Наука! Эмпиризм! Истина! Бу-бу-бу!» Да, вот такая вот, ну, тупо научный догматизм. «Установить истинность», да, в кавычках. А затем, а потом сайентисты пытаются защититься и говорят, что нет в науке никакой истинности, а только лишь модели. «Или что наука не создает истин, но делает теории для объяснения практики». Друзья, смиритесь уже. Выше обозначенные высказывания о достижении истины воспроизводят подавляющее большинство людей, занимающихся наукой или любящих науку, например. Просто забейте, да, когда вы меня, когда вы меня дешевке, я шучу про дешевок, когда вы меня критикуете, исходя из того, что наука вообще не должна истину познавать, вы исходите исключительно из своих представлений о науке, которые не соответствуют представлениям большинства людей. Дальше пишем. Таким образом, мужская психология, включающая способность к изнасилованию, может не добраковываться, а поддерживаться естественным отбором. Какой кринж, да, включающая в себя способность к изнасилованию. Вот у нас есть много способностей, это разум, восприятие, воображение и способность к изнасилованию, ребят, готовы? Критика чистой способности к изнасилованию. Нам нужен новый кант, который расскажет про это. Ну ладно, я понимаю, что слово способность здесь, наверное, не буквально проявляется. И вообще буквально у всех, видимо, да, вообще важно заметить, что эта способность, она буквально у всех есть, даже у детей. Ребенок может просто изнасиловать вас бутылкой во сне. Даже животное может вас изнасиловать. То есть у вас у всех есть способность к изнасилованию, у женщин есть способность к изнасилованию, у всего живого есть такая способность. Понимаете, в чём дело? Просто вообще странное совосочетание способность к изнасилованию. У вас есть способность поднять ложку, у вас есть способность, там, не знаю, поднять бутылку, у вас есть способность поднять, там, не знаю, телефон, у вас есть способность пробежаться, у вас есть способность изнасиловать кого-нибудь, особенно если он спит, особенно если он неподвижен. вот тут вопрос скорее заключается в том как это в кавычках возможность способность реализуется и по каким причинам посмотрим что там пинкер дальше скажет и идея что большинство мужчин способны на изнасилование конечно способны и у женщины способны что женщин способны на изнасилование и дети способны все способны на изнасилование идея что большинство мужчин способны на изнасилование скорее наоборот работает в интересах женщин потому что она призывает к бдительности против изнасилования знакомыми, изнасилования в браке, изнасилования во время социальных катастроф. Вообще, в целом, я здесь согласен, что большинство мужчин, они не просто способны на изнасилование. В принципе, ожидая, ожидайте, что это вполне, вполне возможное событие. И более того, если жертва будет действительно мало сопротивляться, то это будет похоже на обычный секс для мужчины. Мужчина может даже не заподозрить, что он совершил изнасилование, потому что в обычной ситуации при знакомстве с женщиной ему приходится преодолевать множество препятствий и барьеров. В том числе, она будет оказывать некое сопротивление и в постели. Мужчина вполне может принять недостаточное сопротивление за игру, которую женщины часто ведут с мужчинами в начинающихся отношениях. И это может произойти даже со знакомыми и близкими мужчинами, друзьями и так далее. Я уже не говорю про ситуации, когда представители обоих полов плохо контролируют сами себя. Например, состояние алкогольного или наркотического опьянения. Последнее мы точно не одобряем. Но все же, оба могут не понимать до конца, что происходит. Мужчина, который по социальной роли вынужден добиваться женщин и преодолевать их сопротивление, может перегнуть палку или не понять вполне очевидных для отрезвого человека намеков. А потому, из-за этого попасть, например, в тюрьму. По итогу мне видится, что подавляющее большинство мужской популяции всего мира может не просто потенциально оказаться в амплуа насильников, и многие уже совершали изнасилование, хотя об этом не знают, да, все заключается именно в том, в том, что женщина, да, принесли в этом заказание, потому что женщина, возможно, испытывая стыд и вину за случившееся, не подала заявление в полицию, или полиция не отыскала достаточных доказательств. Тут просто мужчина крайне вероятно, да, будет насиловать. Причем это скорее не столько даже в биологии кроется, поскольку в том числе и в нашем поведении, социологии, среде, в том, как принято себя вести, в том, как принято ухаживать за женщинами. Думаете, я не знаю, мужчинам, что ли, хочется так ухаживать, как они ухаживают? Я серьезно, я тебе не представляю нас, ну, наиболее тупого положения, чем ухаживать за женщинами, как это принято у нас, современных мужчин. Это такое куколчество, на самом деле, это такое принижение постоянное, что, ну, честно говоря, не. Честно говоря, не. То есть, если девушка к вам подойдет красиво и скажет, типа, сладкий, муа, ты мне нравишься, короче, муа, пойдем со мной, ну, блин, ну, если она вам нравится, идите с ней. То есть, вы еще будете противиться, что ли? То есть, вас не устраивает такая модель поведения, в которой женщины выказывают к вам, в общем-то, тоже симпатию активно? Мне нравится, мне не против, я не против такого. Но, к сожалению, как мужикам, всем мужикам, нам приходится, в общем, действовать довольно тупо, довольно культурно, ну, это не лучше, это не самый удобный для нас комфортный способ действий, на самом деле. При всех прочих равных, пишу я дальше, важно понимать, что они могли бы и сидеть в тюрьме за случившиеся. Хотя, с мужской точки зрения, эти люди не совершили ничего плохого. Имеется в виду такие изнасилования, когда не было угроз жизни, а также незначительное применение силы и преодоление кажущегося игривым сопротивления. Важно тоже здесь это заметить, да? Читает дальше наш друг. Торнхилл и Палмер в дарвиновских терминах объясняют, почему самки, во всем животном царстве сопротивляются принуждению к сексу и утверждают, что муки, которые испытывают жертвы, имеют глубокие корни в женской природе. Изнасилование изменяет выбор самки. Суть универсального механизма полового отбора. Выбирая самца и обстоятельства секса, самка может увеличить шансы, что ее потомки будут зачаты, а самца с наилучшими генами или того, который хочет и может разделить ответственность за потомство. Ой, опять объяснение в дарвиновских терминах и опять оно звучит ужасно. И я говорю не про моральную сторону, а про интеллектуальную. Как минимум это нефальсифицируемое высказывание. Все мы понимаем, что женщины буквально не думают о том, чтобы зачать ребенка от наилучшего самца, чтобы оставить наиболее классное совершенное потомство. Повторюсь. Иначе бы за моим окном стояла бы очередь из женщин, потому что я отпрыск участника олимпиады, кандидат наук, плодотворный писатель и поэт, спортсмен, интеллектуал, так еще и здоровый к 30 годам, не считая аллергической астмы, которую довольно легко было избежать. Очереди на плодотворение я не вижу при этом. Кроме того, женщины так буквально не думают. Они выбирают партнеров по сложным категориям и далеко не всегда выбирают лучших самцов. И даже далеко не всегда выбирают самцов, которые будут иметь ответственность за потомство. Я даже более того скажу, они часто не выбирают самцов, которые будут иметь ответственность за свое потомство. Лол! В этом большая проблема. И далеко не всегда даже к лучшим испытывают симпатию. Далеко не всегда к наиболее ответственным. То есть, ну а че, че, знаете вот эту легенду о том, что женщины выбирают себе мудаков? Так мудаки эти обычно не крутые генетические, обычные мужички, короче. Обычные мужички, которые просто тёлочек король ходят и оплодотворяют тёлочек все они не генетически неприкольные они не соответственно не ответственные и женщины все равно часто выбирают ну офигеть это они не фальсифицируемые все эти суждения потому что речь идет о каком-то там глубочайшим подсознание незримом механизме который управляет поведением женщин чтобы не случилось и чтобы там женщина на самом деле не думали и чтобы не чувствовали дровиниц всегда сможет натянуть это на свою модель потому данное утверждение кажется мне крайне легковесным вообще я не понимаю что такое глубокие муки в женской природе что где-то женская природа находится это какой-то орган там не заката часть мозга отдельная может быть имеется ввиду мозг да вот у него в мозгу это находится тогда неплохо было бы указать конкретные механизмы которые работают данный момент а то как-то она все непонятно непонятно как-то воздушно теория торнхилла и палмера подкрепляет многие положения анализа феминисток равенства она предполагает что с точки зрения женщины изнасилование секс по согласию абсолютно разные вещи она подтверждает что отвращение женщин к изнасилованию это не симптом невротического подавления не социальный конструктор который в другой культуре легко может оказаться противоположным вообще заметим что изнасилование в большинстве культур это буквально норма взаимодействия мужа и жены давайте выше просто еще посмотрим вот это вот торн торнхилла его друга то есть смотрите проблема по торнхиллу заключается в том что женщина совокупляется с мужчиной которого она выбрала не сама и тут мы разносим тупых биологов в щепки в пух и прах в большинстве обществ в большинстве культур традиционных женщина не выбирает себе полового партнера не выбирает себе мужа родители выбирают и мужа большинство детей в огромном количестве традиционных обществ дети появлялись с ней взаимные симпатии двух партнеров от выбора их родителей то есть формально происходило что-то что с родни изнасилованию по-любому для традиционного брака в прошлом провести изнасилование то есть секс без согласия это просто расплюнуть особенно феминистском смысле мужчины очень часто брали женщин силой просто не было институтов которые бы за это карали да иногда за насильника могли выдать замуж изнасилованную женщину то есть до брака кто-то изнасиловал женщину и вот чтобы типа ну попортил бери соответственно могли и так выдать потому что она больше никому не нужна есть основания полагать что это началось не только в древнем мире но возника задолго до этого отсюда становится менее понятной природа женского отношения к изнасилованию потому что есть стандартным половым актом является изнасилование но культура на протяжении многих лет почему бы к нему не адаптироваться как вообще так получилось что женщины не смогли адаптироваться к изнасилованию как таковому потому что в нашей даже европейской культуре брак по выбору это тоже ну недавнее изобретение не самая не самая очевидная вещь так скажем явно женщины которые очень плохо чувствуют себя от изнасилований в обществе где изнасилование практикуется в семье чувствует себя хуже и чаще убивают себя следовательно их популяции должно было бы становиться все меньше и меньше и меньше а вот женщины которые допускают насилие над собой легко его принимают могут чувствовать себя лучше и комфортней из этого следует что по механизмам естественного отбора скорее всего отбирались бы женщины которые наиболее хорошо чувствуют себя в процессе изнасилования то есть да у нас вот у нас большая культура изнасилования большая культура изнасилования и она производит такой естественно в дефис искусственный отбор те женщины которые соответственно подвергаются изнасилованию могут сразу поканчивать собой убивать себя сопротивляться драться с мужем бороться против него например умирать от этого потому что им крайне неприемлемо это изнасилование а есть женщины которые так делать не будут и вот эти женщины которые так делать не будут они будут давать больше потомства им будет они более не смиряться проще с этим всем фактом им все это будет даваться значительно легче и соответственно они будут больше чаще возживать у них все будет лучше у них все будет класснее в этом плане потомство больше, гены переданы в большем количестве, ну и так далее. Если бы мы давали дарвинистское объяснение, то я бы скорее пришел к выводу, что отношение женщин к изнасилованию является принципиально странным фактом, ввиду распространенности оных в прошлом, на протяжении многих лет, на протяжении огромного количества территорий. Во многих традиционных обществах женщина вообще не могла выбирать себе партнера. Кого дали, тот и размножается с этой женщиной. Если изменит, то ее и убить можно. То есть, вот, изменщицу можно убить. Запомнили, ребят? Просто убить. И ее потомство можно, кстати, убить, по большей части. В общем, все это плохо соотносится с тем объяснением, которое мы вычитываем в книге Пинкера. И те исследования, которые он показывает, как мне видится, очень поспешно пытаются навязать дарвинистские механизмы на самый поверхностный уровень объяснения. Я, конечно, не дарвинист и в эволюции сомневаюсь. Но если применять правила игры саентистов, то даже в таком случае такие суждения звучат крайне поспешно. Если здесь природные механизмы работают, то это происходит каким-то более хитрым способом. И этот способ необходимо нам, видимо, отыскать. С другой стороны, есть впечатляющий массив данных, пишет Пинкер, более тщательно изученных ученым-правоведом Оуэном Джонсоном, что мотивы изнасилования часто совпадают с сексуальными. Насильственное совокупление широко распространено в животном царстве, что предполагает, что оно не выбраковывается естественным отбором и иногда может им поддерживаться. Это правда. Изнасилование существует во всех человеческих обществах. Это правда. И кое-где, если мы широко понимаем это определение, просто вообще, вообще, как бы, да, все изнасилование. Все есть изнасилование. Почти любой секс в традиционном обществе для современной феминистки будет изнасилованием наверняка. Насильники обычно не применяют силу сверхнеобходимой для того, чтобы принудить жертву к сексу. Они редко причиняют серьезные или смертельные повреждения, которые могли бы помешать зачатию и родом. Тоже правда. Жертвы изнасилования обычно бывают на пике возраста фертильности для женщин между 13 и 35 годами, согласно основному массиву данных. И средний возраст – 24 года. Жертвы изнасилования травмированы сильнее, когда есть риск зачатия. Изнасилование причиняет им больше всего психологических мук, если женщина находится в возрасте фертильности, если его принудили к полноценному сексуальному акту по сравнению с другими формами изнасилования. Вот. Интересные данные, я бы заметил. Интересные данные, но они пока нам ни о чем конкретно не говорят. Ни о какой мега-супербиологии тоже пока речи не идет. Ну ладно. Гендерные феминистки, пишет Пинкер, винят в изнасиловании цивилизацию и социальные институты. Ну а что, они тоже виноваты? Но все обстоит совершенно наоборот. Ну, под словом совершенно наоборот, Пинкер, наверное, подразумевает, что цивилизации и социальные институты преимущественно виноваты. Да, преимущественно виноваты в наличии изнасилования. Ладно. Насилие против женщин расцветает в обществах, которые находятся вне досягаемости цивилизации. И прорывается на поверхность там, где цивилизация создает позиции. Ну смотри какая цивилизация, смотри какая культура, смотри какая цивилизация, где-то в какой-то цивилизации насилие разрешено, соответственно. Ну да ладно. Бля. Пинкер очень конченый, честно говоря. А тут Пинкер снова не понимает, что феминистки поднасилованы понимают более широкий термин, чем он сам, с одной стороны, с другой стороны, Пинкер просто, ну, конченый, и слово цивилизация употребляет в значении европейская культура, видимо, европейская западная культура. Ну, бывает, что могу сказать, бывает, категорически бывает. Да, Пинкер, как всегда, играет в гении. Эти девочки говорят, ну, у меня должна быть возможность напиться на студенческой вечеринке и подняться в комнату к парню без всяких последствий. Я говорю, да неужели? А когда ты едешь на машине в Нью-Йорк, ты оставляешь ключи на капоте? Я хочу сказать, что если после этого твою машину украдут, да, полиция должна преследовать вора, и он должен быть наказан, но в то же время полиция и я имеют право сказать, ты идиотка, о чем ты только думала. Ну, вот. Не, с этой цитатой я, кстати, согласен. Есть способы уменьшить вероятность вашего изнасилования. Если вы этого не делаете или, наоборот, делаете все, чтобы увеличить эту вероятность, то не удивляйтесь, что рано или поздно вас изнасилуют. Конец. Если вы напиваетесь на вписках, не удивляйтесь, что вас, короче, это насилует. Если вы ходите в бледюшники клубы всякие, алкоголем упиваетесь, танцуете, развратные танцы и привлекаете всяких мужиков рандомных, не удивляйтесь, что вас изнасилуют. Ну, мы осуждаем изнасилование в любом случае, но вот просто вы крайне повышаете вероятность изнасилования. В некоторых случаях я вижу вполне возможным полностью снять ответственность мужчины за некоторые типы изнасилований. Пока в обществе культивируются определенные стандарты ухаживания и проявления мужской силы, достигаторства, изнасилования, особенно в мягких формах, будут неизбежны. И насиловать будут вполне адекватные люди, приносящие в том числе пользу обществу. Притом далеко не всегда они будут насиловать женщин, которые приносят такую же или сравнимую пользу. Многие из них даже рожать не будут эти женщины. И в этом заключается проблема. Пинкер продолжает заниматься морализаторством о том, что изнасилование это ужасно. И этого не должно происходить. Но они не могут не происходить, по его же собственному мнению, пока все устроено. Тем более, так, как оно устроено пока. Оно все устроено, ну вы поняли, да? Ну, короче, понятно. И в случае изнасилования страдают оба. Притом насильник в итоге может пострадать значительно сильнее жертва. Хотя он может быть лучшим человеком, чем она. И куда более полезным для общества. И куда более замечательным. Потому что, опять же, мы понимаем под изнасилованием слишком широко. Ну, феминистки особенно. И вообще в правах у нас. У нас даже в уголовном кодексе. Под изнасилованием мы понимаем не только жесточайшие акты нарушения половой неприкосновенности. С угрозами, ножами, кинжалами, пиздиловым там женщин ужасным. То есть, иногда изнасилование выглядит совершенно не так, как многим кажется. И, честно говоря, три года это вообще как-то не заслуживает. Три года сидеть в тюрьме за, например, выпивку на вписке, например, с девочкой какой-нибудь. А девочка такая потом на тебя подает, в общем-то, в тюрьму. А там все, и ты сидишь три годика, например. Ну, такое себе. В общем. В общем. В общем. В общем. Изнасилование. Тема довольно больная для многих женщин. Это во-первых. Но и важно помнить, что мужчины, мужчины, вы всегда можете изнасиловать. Короче, запомните, ребят. Вы романтик? Вы романтик, вы романтик. О, вы можете изнасиловать в три раза. В три раза вероятнее, чем не романтик. Вы, скорее всего, еще и ослеплены своими чувствами, уважаемые. Да, если вы романтик. А если вы не романтик, ну, тоже можете. Так что, честно говоря, честно говоря, все эти темы с изнасилованиями, ну, надо поднять. Надо мощно их, короче, протянуть наверх. Надо с ними как-то работать. Мне видится крайне вредным табуирование насилия, как такового, и насильника. Табуирование, в смысле, запрета на разговоры об этой теме. Гегеле в 1807 году написал статью «Кто мыслит абстрактно», где разбирал отношения людей к убийце. Они видят в нем, эти люди, в нем только убийцу и не обращают внимания на прочие его черты. Может быть, убийца – это хороший семьянин или отличный мастер того или иного ремесла. Люди забывают, что преступник тоже человек. И женщины с безумной жаждой защитить свою сексуальную неприкосновенность очень часто сами попадают в такие ситуации, когда провоцируют изнасилование. И после они требуют наижесточайшего наказания. Недавно я проводил опросы, оказалось, что многие женщины процентов 90 хотят увеличить сроки за изнасилование вплоть до пожизненного заключения. Они обычно указывали очень много лет, но и пожизненное заключение звучало просто несколько раз. То есть, женщинам недостаточно тех сроков, которые сидят мужчины, на которых сидят мужчины. У меня возникает вопрос, что такое изнасилование по сравнению с пожизненным заключением? Буквально ничто, ничего не произошло. Вот сравнение. Это буквально несопоставимые величины. Абсолютно несопоставимые. Я не могу просто сопоставить пожизненное заключение и изнасилование. Вообще, рядом не стоят. Рядом не стоят и в целом, ну его, короче. Кстати, надо было бы в этом вопросе еще опросить, а что женщины конкретно считают изнасилованием. Потому что это на самом деле очень важный вопрос. Потому что, опять же, скорее всего, у них перед глазами всплыли картины типа нож там, ноги раздвигая, это такое что-нибудь, убью тебя, перережу горло. Вот что-нибудь вот такое вот всплыло у них в голове. Хотя, по определению, вот такое это просто крайнее проявление изнасилования. Ну, самое крайнее, это когда убивают, конечно, вообще-то, да. Но вот это вот просто одно из крайних проявлений изнасилования. Ну, окей. Кстати, да, это еще одна проблема, что люди обычно не понимают, что есть крайние и некрайние. Вообще, женщинам действительно нужно беречь самих себя, я считаю. И не загонять себя в такие ситуации, где может произойти изнасилование. Избегать злоупотребления алкоголем и другими веществами, особенно в компании каких-то мужчин, особенно незнакомых, да и знакомых тоже. То есть, если и пить, если и принимать какие-то вещества, то преимущественно в компании женщин. Или таких мужчин, которых вы, в принципе, можете побить. И очень важно не рассчитывать на добропорядочность своих пьяных друзей, которым они вроде бы доверяют. И не нужно бояться в данном случае ни друзей, ни общества. А просто принимать меры, чтобы не попасть в ситуацию, в которой может произойти что-то плохое. Нет смысла увеличивать сроки за изнасилование. Они уже колоссально огромны, поверьте, да. Они уже колоссально огромны. И вы, женщины, да, если посадите мужчину за изнасилование, вы доставите ему несопоставимо больше дискомфорт, чем он доставил вам. Даже если он к вам с ножом подошел, начал угрожать, там, убьет ноги, элэ, там, вот это вот все. Даже в этом случае вы доставите ему куда больше дискомфорт. Вот изнасилование часто не предотвращаются таким образом, потому что часто те же действия, которые совершаются мужчины, им самим не классифицируются как изнасилование. К сожалению, у нас пока что в образовании детям не преподают, что такое изнасилование, за что их могут посадить, например. Что дети, им про секс слушать нельзя, не нужно их образовывать, дети должны быть глупыми, чистыми и наивными. Потом дети насилуют там друг друга, ебут наркотиками, там, упарываются, курят, пьют. Но это, они же дети, они маленькие цветы жизни, нельзя рассказывать, за что их могут в тюрьму посадить на 8-20 там лет, где от 8 до 20, от 8 до 20. Короче, вы понимаете, да? Вы понимаете, о чем я говорю? Большинство мужчин, они, да, у них даже в принципе в голове этого нет, что если на вписке, там, что-то там вот это вот произойдет, что их могут за это посадить, нету такой информации в голове у мужчины. Мужчина, большинство мужчин считает, что если женщина вместе с ним напилась и не дала согласия, то дала согласие на секс автоматически, понимаете? Вот в чем дело, большинство мужчин так считает, вместе с ним пьете, вот мы вместе сидим, пьем, вы дали согласие на секс. Если вы не пиздите меня в ответ, если там не царапаете мне ебальник и не убегаете, но это значит, что вы дали согласие на секс. Большинство мужчин так считает. Я, правда, так не считаю, потому что я вообще, в принципе, не особо пью и вообще не пью. И не общаюсь с пьяными женщинами, в принципе, да, как-то так. Но в целом, в целом, будьте уверены, что большинство мужчин у них вот такая позиция по данному вопросу. И вообще в нашей культуре не принято выпрашивать согласие на секс. Хотя феминистки пытаются это изменить, может быть, изменят. Когда-нибудь тогда уже поговорим. А пока что секс у нас не начинается с подписания договоров и согласий. Секс обычно начинается спонтанно и иногда с применением некоторых грубостей и пошлостей. Так что, ну, сорян. И важно заметить, что женщинам совсем не жалко мужчин. За 5 минут своих страданий они готовы отплатить пожизненными страданиями насильнику, причем несопоставимыми страданиями. Ну да, после этих 5 минут своих страданий или 20 минут у них потом тоже отходняк будет длительный, им тоже будет тяжело. Но мужику будет сложнее, если он сядет, ему будет хуже, намного хуже. И им кажется, что это справедливо. Мне кажется, чудовищным общество, в котором поступок, да, достаточно серьезный и плохой, наказывается несопоставимо большими страданиями, которые считаются всеми справедливыми. А люди не испытывают жалости к насильнику от слова совсем, несмотря на то, что во многих случаях он является жертвой либо природы, либо культуры, а скорее всего и того и другого. Люди абсолютно безжалостны к преступникам, хотя многие из этих людей сами бы могли бы оказаться на их месте. И это тоже печально. Ну поехали. Глава 19. Дети. Три закона поведенческой генетики, пишет Пинкер, вероятно, самое важное открытие в истории психологии. При этом большинство психологов все еще не осознают их значения, а большинство интеллектуалов их не поняли даже после того, как их объяснению были посвящены журнальные передовицы. И не потому, что эти законы абстрактны, каждый из них можно сформулировать обычным предложением без всякой математики. Скорее дело в том, что эти законы ни во что не ставят концепцию чистого листа, которая так прочно укоренилась, что многие интеллектуалы просто не в состоянии постичь альтернативную гипотезу, а уж тем более рассуждать верна она или нет. Короче, тупые интеллектуалы поняли. Вот эти первые три закона. Первый закон. Все поведенческие признаки людей наследуются. Окей. Интересно, что за признаки, да? Второй закон. Эффекты воспитания в одной семье меньше, чем влияние генов. Третий закон. Значительная часть вариабельности людей по сложным поведенческим признакам не объясняется ни генами, ни влиянием среды. Поняли. Поехали. В принципе, не понимаю, что такое поведенческие признаки. Я не унаследовал многие признаки от своей матери или от отца. Более того, я имею огромное количество уникальных поведенческих установок по сравнению со своими родителями. Я бы мог сказать, что я разбиваю это правило, но хотелось бы услышать определение того, что такое поведенческий признак. Кажется, это что-то более абстрактное, чем конкретное поведение. По-моему, очевидно, что дети ведут себя по-другому, иначе, чем родители. Поэтому, видимо, я что-то не понимаю в словосочетании поведенческий признак, и мы потом это раскодируем, видимо. Дальше. Опять же, влияние генов, или как его измерять, потому что... Да, непонятно, как его измерять, потому что, так или иначе, наследственность накладывает влияние, с одной стороны, на всё. А с другой стороны, всё, на что накладывает влияние наследственность, на это же накладывает влияние ещё сверху и культура. И в этом самая большая проблема. То есть, если вы парень темнокожий, вот это вот из песни, да, и идёте по России, скорее всего, у вас, ну, вне зависимости от всего остального, у вас будут проблемы ещё и с культурой. Вы здесь культурно неприемлемо. Я не про то, я не про то, что надо людей выбрасывать за темнокожесть, да. Просто люди будут относиться к вам немножко не так, как к другому русскому человеку. Вы по-другому будете восприниматься. Это во многом культурные аспекты. То есть, каждый отдельный генетический фактор, он также имеет над собой ещё и, собственно, культурное объяснение, описание и культурные влияния неожиданно. То есть, да, вы становитесь темнокожим не потому, что вы, как бы, эта культура вас таковым сделала. Но культура вас тоже в себя вмещает и обрабатывает в этом плане. И тут же важно понимать, что если она накладывает влияние на всё, то одновременно с этим ни на что. Потому что становится такой своеобразной базой, которая может проявляться, ну, генетика имеется, очень по-разному. А потому точных предсказаний из этого не получить. Так что, смотрите, многое будет просто зависеть от того, какую методологию измерения влияния генов мы выберем. И вычисления, они будут получаться буквально от нуля до ста, в зависимости от того, что исследователь примет за свою парадигму исследований. И до какого уровня абстракции он готов дойти в своих суждениях. Например, если под поведенческими признаками он понимает какие-то простые характеристики по типу агрессии и прочего, то тут наследуемый компонент может быть очень высок. А если он понимает под этим конкретное поведение, то он может вообще просто аннулироваться. Вот вам от нуля до ста. Ну вот, сейчас нам и пояснит Пинкер. Первый закон. Все поведенческие признаки людей наследуются. Начнем с самого начала. Что такое поведенческие признаки? Да, хотелось бы узнать. Поехали. Согласно многим исследователям, это стабильные свойства человека, которые можно измерить стандартизированными психологическими тестами. В тестах на интеллект требуется назвать ряд чисел в обратном порядке, дать определение слов типа сопротивляющейся или раскаяния, определить, что общего уйца и зерна, составить квадрат из четырех треугольников и продолжить последовательность геометрических узлов. Наследуемость – это доля отклонения от среднего значения некоторого признака, которая коррелирует с генетическими различиями. Ее можно измерить несколькими способами. Самый простой – найти корреляцию между идентичными близнецами. Я уже подъяснил, что это не очень много проясняет. Разлученными при рождении, выросшими отдельно. Все гены у них одинаковые, а внешняя среда совершенно, она не совершенно разная, конечно. Она просто разная, частично. Так что любая корреляция между ними должна отражать влияние генов. Нет, не должна. Нет, не должна. Более того, опять же, тут важно понимать, что гены еще культурой перерабатывают. То есть, та наследственность, которая у вас есть, также обрабатывается культурой. Поэтому точно вычислить, а что там среда или что там гены повлияли, очень сложно на самом деле. Принципиально сложно, я даже не понимаю, как это сделать. Вообще, имеет ли такой вопрос реально какую-то значимость. Просто потому, что сразу проблема задается на совершенно ином уровне. Почему же любая, хотелось бы спросить, во-первых. Объяснение, почему близнецы похожи, может быть бесконечным множеством. Данными исследованиями лишне опровергается концепция ген. Генвоздействие. Конечно, чисто средовое воздействие становится маловероятным. Но я бы еще дополнительно попробовал поместить близнецов в разные культуры, чтобы посмотреть на их поведение и оценить средовую компоненту куда лучше. Потому что тогда среда будет еще более разной. Просто, если эти эксперименты подходили в западном обществе, то это сложно назвать очень разной средой. Наибольшее отличие в социальной среде наблюдается в разных культурах. А потому, для более правильной оценки необходимы и такие эксперименты. Например, чтобы эти дети и близнецы начали разговаривать на разных языках тоже. Например, а вдруг язык влияет? А, вдруг язык влияет? На то, что вы будете делать в том числе, помимо всего прочего. Да, и будет комбинироваться с вашими разными другими данными. И, например, человек, владеющий китайским языком, и человек, владеющий английским языком, но в одной и той же среде, может, они разными будут в данном случае. Когда человек, для которого китайский и английский язык являются основными, имеются в виду. И то они не покажут, что здесь влияют именно гены, а не духи предков, например. Но наука заведомо предвзятая и объясняет все естественными причинами, потому что других давать она просто не может, не хочет. У нее внутри методологии такой подход. Ну, это понятно. В этом и проблемная наука. Да, ученые проводят опыты, но это не имеет никакого смысла, потому что эти опыты служат для подтверждения одной теории или одного типа теории из бесконечного множества возможных, которые могли бы описываться теми же фактами. Дальше комментировать по данной теме нет смысла, хотя есть один момент. Исследования тоже подтверждают то, что известно каждому родителю, но никто не дает себе труда увязать это с теориями детского развития. Курят ли подростки, вступают ли в конфликт с законом, совершают ли серьезные преступления, гораздо больше зависит от того, что делают их друзья, чем от того, что делают их родители? Дальше вопрос мой. А разве родители не влияют на друзей? Разве родители не могут ограничить круг общения ребенка? Разве фактически не ограничивают? Мне думается, что опять ученые возводят статистику в рамк божества и делают из нее далеко идущие выводы, которые не соотносятся с реальностью и реальными возможностями человека. Или, например, возможностью родителя влиять на круг общения ребенка. Да, в нашем обществе влияют меньше. Ну, в европейском обществе имеется, и в нашем европейском обществе. То есть, в принципе, многие люди пускают всё на самотёк родители, но могут не пускать. И статистика, она в этом плане плоха, очень плоха. Это плохое средство исследования. Потому что нам зачастую важно не общее положение дел, а частное. Потому что частное, здесь исключения оказываются важны. То есть, мы хотим сказать, что всегда и во всём, везде, и во всякой ситуации, родители, влияние родителей меньше, чем влияние друзей. Ну, а как оно может быть меньше, если влияние родителей первично? То есть, родители влияют на то, вообще, будет ли человек дружить с теми или иными людьми или не будет. Будет ли он вообще из дома выходить в детстве или не будет выходить из дома. Вот оно как-то так складывается. Ну, мне, короче, это всё принципиально непонятно. То есть, люди пытаются вот эту статистику просто вытрясти и сделать из неё какие-то крайне убедительные выводы. Хотя, эти крайне убедительные выводы не так уж и убедительны. Не все согласны так безропотно примириться с судьбой или с другими силами, непогласными родительскому контролю, генами или сверстниками. Боже, я надеюсь, что это неправда, сказала одна мать в газете Chicago Tribune. Мысль, что вся эта любовь, которой я его окружаю, вообще не считается слишком ужасна, чтобы её обдумывать. И как и в случае других открытий, касающихся человеческой природы, люди от души надеются, что это неправда. Но истине нет дела до наших надежд, и когда она может заставить нас пересмотреть наши ожидания так, что это освободит нас. Что, если в кавычках это истина не соответствует конкретным фактам и представлениям? Какая же это истина будет, к чёрту? Мне мало верится, что дети с одними и теми же генетическим составом будут иметь одни и те же черты. Если один из них, допустим, окажется буквально в раю на земле, а другого будут избивать, насиловать и всячески унижать родители. Мне кажется, что Пинкер торопится в своих суждениях, руководствуясь исследованиями некоторых, вероятно, довольно похожих семей американского типа. Возможно, в таких семьях есть определённые стереотипы, которые ослабляют семейное влияние. Более того, вполне возможно сделать так, что часто и делается, что семья может стать единственным кругом общения ребёнка. Тогда разделение, которое привёл Пинкер в своей книге на семью и друзей, окажется бессмысленным. Пинкер опять, видите, не хочет фантазировать, не хочет думать, сосредотачиваться, как говорит Катючек, не хочет. И в этом проблема. Он берёт какие-то простые статистические выкладки и наваливает полную кучу высказываний, которые имеют огромное количество исключений. То есть, ну, судя по Пинкеру тогда, да, и вот если внутри семьи, если внутри семьи ребёнка будут пидеть, насиловать, бить его молотком по рукам, там, например, по лицу, вот так вот каждые пять секунд, это не будет никак отличаться от того, что мама там будет гладить ребёнка, любить, ты такой хороший, у тебя всё получится, давай я помогу тебе с учёбой, смотри, а давай я тебе вот здесь помогу задачу решить. То есть, для Пинкера вот буквально результат в итоге будет один и тот же. Буквально, да, два человека, два близнеца, одного пидеть, блять, насилуют, сука, головой об стол, бьют, блять, нахуй, вот так вот, блять, да. А второй, ну, вот, в общем-то, ну, нормально учатся, мать ему помогает, там, я не знаю, балуют, дарят всё, вот они получатся в итоге очень похожими людьми по Пинкеру, понимаете? Мне кажется, нет. Я искренне уверен в том, что нет. Я искренне уверен в том, что это неправда. Я уверен, что таких экспериментов не проводилось, кстати. Вот, вот в чём проблема. Хотите, проведите, проверьте, проверьте, проведите. Правда, это аморально, но попробуйте, проведите. Это, в принципе, фальсифицируемые высказывания. Давайте, несколько, давайте близнецов распределять по семьям. В одной семье бить, насиловать, хуярить там и так далее, а в другой семье, соответственно, ну, типа, любить, уважать, обожать и так далее. И посмотрим, какая разница у них получится. Как вам, как вам такой эксперимент? Ну, ладно. И, наконец, вы говорите, пишет Пинкер, что не имеет значения, как я обращаюсь со своими детьми. Вопрос. Что за вопрос? Конечно, имеет. Харрис напоминает своим читателям почему. Во-первых, родители имеют неограниченную власть на своими детьми. И их действия могут существенно влиять на то, будет ли они чувствовать себя счастливыми. Воспитание. Это, прежде всего, этическая ответственность. Бить, унижать, лишать заботы или бросать своих детей ненормально, потому что это большой и сильный человек, не должен так ужасно поступать с маленькими и беспомощными. Как пишет Харрис, может быть, их будущее и не в наших руках, но их настоящее уж точно. Но у нас есть власть сделать их настоящее очень несчастным. Сэм Харрис, что ли? Это Сэм Харрис, наверное, да? Ну, как всегда, кринж. Как всегда, кринж. Разве это все не влияет на их будущее? Звучит категорически маловероятно. Я считаю, что мы не обязаны слушать ученых, когда они несут пургу. Если имеются варианты, которые в опытах точно не учли, что все эти выводы из экспериментов ничего не стоят, то есть есть такая возможность, а ученые, они любят, в общем-то, апеллировать на этот стоп. Я имею в виду, не имеет смысла слушать ученых, если они несут пургу. Если имеются такие варианты, которые исключают те выводы, если есть такие возможности, исключающие их выводы, ну, их надо просто припоминать всякий раз и критику эту озвучивать. А ученые, они любят, апеллируя к своему недостаточному и ограниченному индуктивному опыту, говорить какие-нибудь абстрактные истины и делать такие выводы, которые не являются необходимыми даже по правилам логики. Также они любят опираться на единственно верную им доступную трактовку результатов, что опять делает их ненадежными источниками выводов. Я не имею ничего против самих экспериментов, они продвигают наши дискуссии и наше представление, но я против поспешных выводов, которые распространяются в виде безальтернативных позиций. напрямую следующих из опыта. Из опыта вообще ничего не следует, факты немые, ребят. Факты немым, факты молчат, факты ничего не значат, их не существует. Факты сами по себе немые. Мы лишь даем им нашу интерпретацию. С помощью опытов оправдываем собственные надежды и подкрепляем иллюзорные картины мира. А вот и оно, искусство и гуманитарные науки. Пинкер пишет про упадок гуманитарных наук. Одна из причин этого упадка конкуренция со стороны бурно развивающихся естественных и технических дисциплин. Ну, здесь я с ним абсолютно согласен. И он с этим, он там сознается, что естественные науки и фанатичная любовь к ним негативно влияют на те же гуманитарные. Это очевидно, на мой взгляд. В этой главе я поставлю диагноз недомогания гуманитарных наук и искусства и предложу некоторые средства для их оживления. Они меня об этом не просили, но по их собственным оценкам им нужна вся помощь, какую только можно получить. Я убежден, что решение частично можно отыскать в этой книге. Начну с описания проблемы. Да, да, да. Давайте человек, который вещает из источника этой самой проблемы, расскажет, что нужно исправить. Прекрасно. Это как если бы Гитлер рассказывал Сталину, как нужно вести войну в 1941 году, ребят. Ну, ладно. От Гитлера. Классика. Классика риторики, оцените. По правде говоря, гуманитарные науки и искусство вовсе не в беде. Как показывают последние оценки, основанные на данных Национального фонда, поддержки культуры и краткого статистического обзора Соединенных Штатов, еще никогда они не могли быть в лучшей форме. Число симфонических оркестров, книготорговцев, библиотек и новых независимых кинокомпаний растет два десятилетия подряд. Посещаемость концертов, классической музыки, театральных спектаклей, оперных постановок и художественных музеев увеличивается. В некоторых случаях до рекордных значений, что доказывает длинные очереди и дефицит билетов на кассовые шоу. У меня, правда, вопрос возникает, а при чем здесь гуманитарные науки как таковые? Так перечислены в основном предметы изучения гуманитарных наук и не сами науки. Это странно. Это как если бы кто-то сказал, биология не чувствовала себя так хорошо никогда в истории, ведь в природе появилось больше видов животных. Понимаете, что количество видов животных не указывает на упадок или подъем биологической дисциплины. То же и с гуманитарными науками. Впрочем, несмотря на эту ошибку в суждениях, я согласен с Пинкером в том, что нет никакого тотального упадка. Гуманитарные науки и искусство, кстати, тоже. Нет, стоп. Искусство процветает все еще. Гуманитарные науки, конечно, сильно уступают естественным. Имеются многочисленные проблемы, которые необходимо решать. Но я также вижу, что мы живем в эпоху, очень богатую для гуманитарных дисциплин. Может быть, в перспективе нескольких десятилетий и можно обнаружить некоторый упадок. И то, если заглянуть на столетия назад, то мы не обнаружим там такого богатства видов и форм гуманитарных наук. Гуманитарные науки развиваются не потому, что стало больше театров, а потому что развиваются методы исследования, которые проводятся в разных областях. Да, и они интересуют людей, безусловно. Пинкер пишет. Мы купаемся в культуре, тонем в ней. Так к чему все жалобы о закате, упадке, крахе, бедственном положении и смерти? Ответ фаталистов гласит. Публика сегодня без разбора потребляет классику прошлого и современную бездарщину. А вот новых шедевров появляется очень мало. Сомнительное заявление. Как не устают повторять историки искусства, все предполагаемые грехи современной культуры, потакание массам, погоня за наживой, темы секса, жестокости, предпоставления популярным форматом были свойственны и великим творцам прошлого. Я тоже с Пинкером согласен. Люди всегда переоценивали классиков и недооценивали современников. Потому многие классики, если и не были совсем уж презираемы в свое время, то многие были плохо замечены и уступали место более популярным персонажам, о которых мы в итоге почти не рассуждаем. Да и те классики, которые становились известны при жизни, тогда же получали и заслуженную, серьезную критику. А иногда и незаслуженную, иногда и несерьезную. Но Пинкер сосредоточился почему-то не на гуманитарных науках, а на конкретных искусствах, что такое себе. Искусство, пишет Пинкер, в нашей природе, оно у нас в крови, как говорили раньше, или в мозге и в генах, как мы могли бы сказать сегодня. Ужас. Кринж. Когда биологи начинают изучать искусство, то получается неожиданно биология. А разве иначе оно могло быть? Социолог в искусстве видит социологию. Гуманитарие средства для применения германифтических методов. Да, 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 это так и есть. А что, а что поделаешь? Вот так вот оно всегда было устроено. Ну, вот так вот предвзято. Мир функционирует предвзято, ужасно. Что делать? Пинкер пишет. Господствующие теории элитарного искусства и критики в 20 веке выросли из агрессивного отрицания человеческой природы. Из этого следует, во-первых, уродливое, озадачивающее и оскорбительное искусство, а во-вторых, претенциозное и невразумительное гуманитарное образование. И они еще удивляются, что люди в массе своей держатся от них подальше. Ну, это вообще, господи, такая тупость. Я ничего в жизни тупее не считал. Люди в своей массе и от физики держатся подальше, и от биологии. Конечно, многим нравятся результаты их деятельности, но по факту-то далеко не все физики и не все биологи. Может быть, биология тоже отрицает человеческую природу, а физика? От конкретных наук люди обычно держатся подальше, потому что не хотят в них разбираться и понимать. И это нормально. Но следует заметить, что с куда большей вероятностью от рандомного человека на улице можно сдать знания и в гуманитарных сферах, чем в естественных. То есть, скорее всего, рандомный человек на улице лучше разбирается в гуманитарных сферах, чем в естественных. Это очевидно. Скорее, человек вам расскажет что-то из области искусствоведения, чем процитируют все формулы ВТО. И даже более вероятно, человек куда свободнее будет рассуждать про постмодернизм, это даже более уместно в современном обществе, чем вот законы Ньютона он сможет назвать. Скорее всего, он не назовет вам ни один закон Ньютона. Несмотря на то, что закон Ньютона он учил в школе. Он, скорее всего, их не помнит в современности, рандомный человек. Мне-то наоборот видится, что люди не идут в гуманитарные науки, потому что оплата там в среднем ничтожная. Много кто интересуется той же философией, филологией или религиоведением, но мало кто готов после полноценного обучения остаться безработным. Я бы серьезно сказал, что наш интерес к гуманитарным темам оказывается необходим для социализации. А вот естественные науки здесь значительно проигрывают. Потому что можно прожить счастливую и прекрасную жизнь, совсем не зная ничего из естественных наук. Но при этом человек, имеющий хоть какое-то отношение к искусству, так или иначе начинает прибегать к методам гуманитарных дисциплин, хотя и в упрощенном виде. Гуманитария оказывается куда проще в освоении. И она касается тех вещей, которые люди реально любят. Музыки, фильмов, представлений, концертов, религий и всего прочего. А вот кто любит науку? Кто реально ее любит? Просто потому что она красивая, классная, прикольная. Не такое большое количество людей. Науку уважают и преклоняют перед ней голову. Наука это строгий король, который пытается повелевать своими подданными. Наука это тиран, заставляющий склониться перед ее убедительностью. Наука злая и бесчеловечная. И в глубине души мало кто ее реально любит. Гуманитарная сфера человеку оказывается значительно ближе в этом плане. В академических кругах, пишет Пинкер, растет число бунтарей, которые обращаются к эволюционной психологии и к когнитивной науке в попытке вернуть человеческую природу в центр внимания искусства. Да, бунтари, лол. То есть они подчиняются универсальной догме науки, той самой универсальной догме мира. И при этом они бунтари. Вот это да, они подчиняются научному тирану. Ааа, бунт, бунт просто начинается. Вот, кстати, важно заметить, что Пинкер в своей биологизаторской трактовке искусства совсем потерял, что это такое. Он сосредоточился на разных нейронных штуках, но забыл, что искусство в любом случае порождает движение нейронов и позволяет воспринимать какой-либо опыт. Вот, Пинкер ни слова не пишет про новаторство, которое помогает человеку понимать и принимать новые аспекты, то есть создавать новые нейронные связи в том числе, да, и новый аспект человеческого опыта. Это одна из главных функций искусства. Пинкер рассуждает с точки зрения обманщика и мошенника, который с помощью искусства пытается надавить на нужные нити, чтобы вызвать нужные эмоции у зрителя, ему типа понравилось. Но это самое низкое искусство, это подлое низкое искусство самое низкое из имеющихся. И в этом проблема, это не искусство, это ремесло. Пинкер нам описывает ремесло, а не искусство. И если из вас просто пытаются выжать эмоции стандартными и эффективными методами, то вы имеете дело с чем-то вторичным и творчески слабым. Конечно, сильные произведения могут использовать старые методы выразительности, но Пинкер сосредотачивается на методах выразительности в основном, да, это его основа, методы выразительности для него это база. Чего, как мне, видится бесконечно мало для анализа искусства. Возможно, сегодня мы наблюдаем, пишет Пинкер, новое сближение науки и искусства в изучении человека в целом. Не потому, что представители естественных наук пытаются взять верхних гуманитариями, а потому, что художники и гуманисты обращаются к науке или по крайней мере к научному образу мыслей, который смотрит на человека, который смотрит на человека как на вид, одаренный сложными психологическими способностями. Объясняю эту связь, я не могу соревноваться в красноречии с самими художниками, завершу главу высказываниями трех выдающихся авторов. Да. И он приводит эти цитаты, и, короче, кек, смешно. Слабые и непродуктивные авторы всегда были готовы присягнуть властным институтам, это очевидно. Институт власти и науки сейчас один из самых мощных, тоже очевидное высказывание. Конечно, бездарности обращаются к науке, потому что сами не могут производить смысла и видение мира. Для них это просто способ завоевать славу на бренде науки, ну это тоже очевидно, почему они так делают. Да, то есть, к чему прибегнуть, надо что-то модное, надо что-то модное упомянуть, надо что-то модного коснуться. А что модное? Наука модная. Поехали. Выводы. Выводы, друзья. Все. Вот мы и подошли к концу разбора книги Пинкера. Недостатки его рассуждений были показаны в ходе нашего разбора, а потому выводы Пинкера зачитывать не буду, так как все они уже были разобраны. Диагноз понятен. Сиентизм головного мозга. Он мало чем отличается от ПГМ. Суть та же. Догматик смотрит на мир через свою собственную призму и подтягивает все факты к тому, чтобы оправдать свою собственную картину мира. Человек не хочет думать и искать какие-то альтернативные решения задач, которые без этого решаются в пользу его веры. Пинкер работает на экспансию естественных наук над всеми остальными и жаждет, чтобы наука проникла во все области человеческой жизни, включая искусство. Честно говоря, это самый радикальный сиентизм, который я в принципе встречал на практике. Пинкер не может допустить, чтобы хоть одна сфера жизни осталась без науки. Такова ее экспансия. И все же наука наш враг, ребят. Друзья, запомните. Наука наш враг. Враг мыслящих, враг философов, враг творцов. Наука и ее рабы проразглашают новые и средние века со своей инквизицией. Да, нас не убьют, но лишат возможности заниматься творчеством, философией и своими собственными исследованиями. Наши места займут верные псы науки. Вот те самые писатели, поэты, философы, которые присягнут науке. И не будет ни социологии, ни гуманитарных наук, ни искусства, ни философии. А только один большой научный организм. Вот мечта Пинкера. Он жаждет, чтобы лично я испарился из этого мира. Он жаждет, чтобы подобные мне исчезли. Он жаждет, чтобы нас никто не слушал. И он с удовольствием придумает, почему мы защищаем концепцию чистого листа. Хотя, если честно, большинство из нас ее не используют. Тот мир, который рисует нам Пинкер, мне кажется уродливым и бедным на смыслы. Я не хочу жить в мире, где единственным смыслом будет догматическая наука. Мне противен такой мир. Я не хочу такого мира. Для меня кажутся ужасными картины из научной фантастики, в которых научное мировоззрение безоговорочно победило все остальные. Люди там глупы. Люди там потеряны. Там нет мышления. Там есть просто факты и удобные выводы. Ничего больше. Просто компьютер. Там нет подлинных споров между разными позициями философского уровня. Всем кажется, что философские проблемы уже решены. И это принципиально страшно. Книга Пинкера. Чистый лист. Это диагноз. Болезнь. Мы движемся к очередному монистическому миру. Но и на этот раз не будет никаких греков, которые нас спасут и возродят осколки старого плюрализма. Мы уже уничтожили греков и дали науке станцевать на их костях. Мы позволяем науке истреблять нас одного за другим. Мы позволяем проявляться все большему количеству научных догматиков. Что в итоге приведет к нашему искоренению. И люди этого даже не заметят. Не будет никакой трагедии. Не будет никакого Джордана Бруно. Нас не сожгут. Нас просто уничтожат. Нас истребят. Нас сотрут из истории. А нас не останется никакой информации. Мы будем никому не интересны. В лучшем случае были там какие-то чудаки. И не более того. Просто чудаки на окраине истории. На окраине философии. На окраине мысли. Они будут видеть в нашей ментальной смерти великую победу разума над глупостью. Как обычно это и бывает. Но на деле это все будет наоборот. Это очередная монистическая глупость. Победила плюралист взглядов. И на много веков захотела уму людей. Позволим ли мы это сделать науке сейчас? Решать нам. Позволим ли мы создать такой мир, о котором мечтает Пинкер? Надеюсь, что нет. Мы должны бороться с этим миром. Мы должны бороться с Пинкером, друзья. Вот что я думаю. Очень красивая речь. Риторическая, прекрасная. Да, но вы поняли, что тут в основном риторика. Мою позицию по данным вопросам вы знаете. Но она, конечно, плетена в эту риторику в том числе. Правда, я здесь написал немножко покрасивше, поярче, чем надо бы. Более эмоционально. Но вы все равно понимаете суть вывода. Пинкер заинтересован в том, чтобы меня не было. Нас не было. Те, кто дослушал этой лекции до конца, тоже не было. Скорее всего, если вы дослушали, вы, наверное, очень терпеливы. И явно вам интересно то, о чем я говорил, соответственно. Ну, такие, как мы, нас быть не должно. Философов тоже быть не должно. Религии быть не должно. Везде только одна сплошная наука. Не хочу такой мир. Не хочу. Не хочу, короче. Не хочу такого мира. Мне нравится плюралистический мир, где много всего, где много интересных разных моментов, где можно пообсуждать разные концепции, где можно пообсуждать разные взгляды на мир. Мне нравится плюрализм. Мне не нравится манизм ни в какой форме. Ни в религиозной, ни в научной, ни в платонической. Ни в какой форме мне манизм не нравится. Это очень скучно, это очень ограничено. Ну и хотелось бы, чтобы у нас был какой-то большой, сложный, многоуровневый дискурс с кучей разных людей, с кучей разных мнений, с кучей разных позиций. К сожалению, Пинкера такой подход не устраивает. Ну что, друзья, вот мы и разобрали книжку Пинкера «Чистый лист». Большое спасибо Малику и огромное спасибо Маркусу. Маркус, большое спасибо тебе, Маркус! Спасибо тебе, Маркус! Спасибо тебе! Да, спасибо Маркусу. Всё, друзья, всё. Всем удачи, всем всего хорошего, всех любим, всем пока. Всем пока, всем пока. Приходите на стримы, общайтесь со мной, донатьте и всё такое.